В чате кто-то, чтоб я тоже знал. Ты слишком яркий, братан. Тима внутри меня. А голубизна снаружи. Все хорошо. Зукс снаружи, а ДМ внутри. Так, плюсов я вижу 4, должно быть 5. Кто? ДМ не плюсынул. Все, давайте стартуем. Раз такая ботва пошла. Грубо говоря, что произошло? Вы упали в пещеру. Зажгли белые круги, я так понимаю, это пляжущие огоньки? Да, да. Подожгли мост. Возможно, два моста. Вот. Это сфера огня? Да. Да, вот. Сфера огня полетела таранить пёса-собак. Что с этим пёса-собаком? Почему он... Подписано внизу, ты почитай. У него дизадлант от фрустбайта. А, это фрустбайт я так отметил. Все хорошо, да. Тогда стартуем. А Рассе, скорее всего, вот сейчас и походил, да? Нет, он сейчас должен ходить. А, он сейчас должен ходить. Нет, погодите. Тогда уходил Астер. А огненная сфера тогда чья? Она еще в начале прошлого ухода. Так я хожу или у меня? По-моему, я успел сходить, а потом мы дошли до хода Астера. Чем ты уже... Ну, по-раз и кидал фрустбайт последним. Да. Значит, хода Астера. Ну да. А-а-а. Так, и что тут за диспозиция? Еще слышно каких-нибудь пёса-собак там? Полудухлых. Астер, пожалуйста, спас по телосложению. Игарри, за что? Все хорошо. Пост. На самом деле, и Зукс в прошлый раз должен был кидать, но... Астер, зловоние, исходящие от этих собак из-за того, что они давно не мылись, да и гнильцом попахивают, заставляют тебя побелеть и немного позеленеть. Ты получаешь состояние отравления до... До начала своего следующего хода, когда снова сможет повторить этот спас-бросов. Понятно. Ходи. Я достаю свой священный символ, простираю его над головой и начинаю читать молитву. От символа исходит сияние, которое опускается на этих мерзких андедов. Это Тернандед. Это Тернандед. Какая его дальность? 30 футов? То есть все четыре. Я кидаю за ним. Так, сейчас посмотрю у них... Ага, ага, ага. Это ВИЗДом. Ага. Ты только мне так и не ответил и слышу, я еще там кого-нибудь или нет. Ээээ, там вдалеке, да, слышишь? Ну, окей. Да. А, так, 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 двое из них преуспели. Что с остальными происходит? Пиши мне. Не написано, по-моему. Ничего. Не, ну что происходит с теми, кто не пробросил? А, с теми, которые не пробросил? Они валят очень быстренько. А у них исполнилось, что ли? Так. Должна провести, ну, потратить свой ход на то, чтобы убить пяточку дальше. Да, они используют дэши. И это не концентрация, они целую минуту просто бегут в ужасе. Ну, ничего. Давайте отметим. Отменим. Ничего более. Вот так вот. Вот этот. Ага, ага, ага. И вот это вот. А цифры можно писать под, ну, под значком же вроде. Типа, что 10 раундов. Я не буду. Астар, что-нибудь еще? Меня хватит. Вспышка их озаряет, и они понимают, что зомбалейлы должны бежать. Двое зомбалейлы куда-то убегают. Так. О, там появились еще двое, да? Или там их больше не затерло прям. Второе там все от ешкин. Они там и были, ну, которые около флеймин сферы. Подожди. Этот, наверное, даже скрыться из-за вашего взора не сможет. Он где-то вот здесь вот остановится. Итак, рядом со сферой стартовать что-нибудь дает. Проходите сквозь нее. Сейчас, ок. Ну, по крайней мере, возле моста появляются еще двое. А, там заканчивается ход опасно. Ага. А, а сквозь проходить? А, сквозь? Не. Нормально все. Нормально? Так, хорошо. То есть только закончить ход в пяти футах от сферы. Так, они проходят, получая... По-моему, я пять урона огня и списываю. Вот, сквозь огненный мост, который еще не обрушился, но, возможно, скоро будет. И два из зомбалейла будут бить. Одинастера второй зубса, а паструс помехой. Поехали. Точно, точно, точно. Ага, нашел. По зубцу мимо, пастру 19. Помехой 19? Помехой 19, да. Офигеть просто. Да, вообще офигеть. Попал. Еще один спас по телосложению. Как они надоели уже. Ты спасаешься от того, что могло бы с тобой произойти. Хорошо. Но! Легендарных пять урона приходится тебе от их ржавого меча. Если бы пять, всего два. Ну, тебе повезло на кубах. Зубствуй, хлопцы. Окей. Окей, у меня в руках мой теневой меч. И я просто сделаю то, что я могу. Давай, делай все, что ты можешь. С преимуществом, потому что это тусклый свет, да? Да. Он рядом. Ну, что он рядом. Они все воняют или нет, я не понял? Они все воняют. Да, кстати, да, делай спас по телосложению. Бэ. Надо нос зажать. Другой рукой. Я забыл. Ну, по крайней мере, в любом случае, ты тоже белеешь. То есть, ты семеющий, белеющий гном. Вот. Еще и подзеленевший. Тебя начинает подташнивать от этого запаха. И ты в состоянии poison. Окей. Ну, я все равно его ударю. Все равно ударяй. Ну, в теории, мы тоже долго не мылись, так что еще вопрос, кто воняет сильнее. Попадание. Ты наносит целых восемь некротических... Какого некротического... А, психического. Психического. Почему я некротического прочитал? В прошлый раз было некротическое. Психическое. Все в порядке. Я продолжаю держать оборону. Есть ли психика в андетах? Видимо, есть. Урон мы получили. Мечтают ли зуксы о электро-овцах? Да. Так. Подожди, а спасы делаются... Все, погодите. Ага. Вначале. Так. Это все, зукс? Да. Тенебра? Тенебра, ты видишь, как появляются еще... Ну, где-то вдалеке еще несколько зомбо-собак. А, ну, нас общает, что это все. Что-то в стиле, знаешь, типа, они только пребывают. Это нормально, я понял уже, как нам надо поступить. Так, после чего... Брилей. Могу ли я, Макс, сделать конус поверх... Поверх, грубо говоря, астера и... И зукса. Типа его наискосок вниз, что ли, хочешь? Ну, типа, он же всего-но... Типа, первая клетка только 5 футов, да? Но вторая уже это там, типа... 3 на 3, грубо говоря, она. Что за заглядывание? Горячие руки, бирнг хэнс. Да, можешь. Окей, тогда я бакну поверх головы зукса и астера по этим двоим парням горящими руками от первого уровня. Они должны преуспеть спаз-броски по ловкости. Спаз-бросок по ловкости. Поехали. Со сложностью... Пятнадцать. Один из них не преуспел, это который справа от вас на верхний, северный. Сколько урон? Двенадцать. Да, двенадцать урона. Двенадцать урона. Собственно, она нахлопа... Напробно... А, промах тоже? Ты еще шел. Промах полурона. Да. Ну, то есть успех полурона. Она хлопает над, собственно, своей головой руками. После чего, отрывает их быстро и там... Спешки такая. Прямо перед ней. Так, бонусное действие я использую, чтобы подвинуть один из загонков, который сверху. Ну, я его подвину. И она не будет двигаться. Шо? Рожденный в тумане. Но я тут самый скучный в этом цирке, поэтому я спрячусь. Что за преимущество ДВ? Я не знаю, почему сейчас. Ну, перебрасывай, как же. Вот. И сделал действие спрятаться. Делаю шаг сюда. Ну, иду сюда. Стреляю в вот этого, который передаст. Угу. Давай. Делай преимущество. Ты стреляешь и промахиваешься. Стрела точно вонзается в его щит. И я отханжу обратно. Раз. Я с вами. Итак, бонус-экшеном двигаем сфера. Да. А к тому новенькому пацану. Угу. Она от него въебывается, он получает урон. Сейчас я ее переспущу. Давай. Я расскажу, какой у нее урон в этот ход. Да, кстати. Мозгерь весь горит. Он прям в любом случае загорается. Ну, деревянный как бы. Ну, и шо? Окей. Красавец получает 7 урона. И того, который перед Зуксом стоит, я... Фростбайк фиганал. Угу. За экшен. Давай. Татья, а там у ворота нет от сферы, случайно? А конституцион? У ворота от сферы... Сейчас посмотрим в описание. Наверное, спас по ловкости все-таки нужен. Да, и если что, зомби под Фростбайтом замораживается. Вы видите обледенелого, умирающего зомби. Странно, что он умирает, так как он все-таки уже мертв. В смысле рассыпается, наверное, просто. Сфера отвалилась. Да-да-да, там... Да не, покрывается такой, знаете, таким инеем и просто падает. Да, должен совершить, сбросить. Ага, окей. Ща будет. Ага. И... Десятка, это чё? Это меньше, чем Мэйдису. Понятно. Значит, получает полноценных 7 уронов. О, ужас. О, ужас, да. И двигаться я не буду. Шо? Астер. Спас от Пойзона. Девушкин, Матрешкин. А, это ж каждый ход? Да, Александр, у тебя тоже отметь, что у тебя есть. Да, каждый ход. Ну, как бы ты можешь. Я превозмог. Ты превозмог. Конечно, и лежать будут дохлые вонять. И точно так же будет, да, все происходить? Не знаю. Так, ну, я смотрю на то, что приближаются со всех сторон монстры. Прижимаю в свой священный символ груди. И из него начинают вырываться тени света. Тени света. Тени света. Тени света. Окей. Ну. Это спид гвардианс. Оно не дамажит никого, ну, из нашей группы. Какого там дарь есть? Что я могу выбрать. 15 футов вокруг. Да, сейчас таки появляются ваши союзники, и ты их начинаешь дамажить. Супер. Ну, я не знаю, и кого я вижу, тех я защищаю. Кого не вижу, тех я не защищаю. Я понял, защищена только группа, окей. Да. Только группа, кроме тумана. Почему? А, я его не вижу, смысл? Подожди, сейчас мы посмотрим. Нет, вы можете... А, да, только кого я вижу. Порядка не тумана. Бля, как я круглый лил, что-то забыл. Там есть галочка, кажется. Это опять твои любимые солнечные зайчики, Туман. Там летают солнечные зайчики? Нет, ну, там такие духи в виде... Духи? Ну, пускай это будет в виде разнообразных оружий церемониальных. Булавы какие-нибудь разукрашенные, кинжалы. Так. Так. Это все? Ну, этому сразу по голове давай 11. Или он... А, он, по-моему, не помню. Ворачивается он или не ворачивается? Да, виздом опять. Не понял, за что виздом? Ну, чтобы не получить по голове от спирит-гвардии на вот это ближайшее... Да, ты закончил свой ход, все, понял. Да, я закончил. Я все подойду, чтобы сразу за всех как-то пооткидывать. Окей, Астер, ты злой или добрый? Я добрый. Я думал, вы заметили. Что он сказал? Ну, пока ты низко стоишь спирит-гардианс, никогда нельзя быть уверенным. Те, что начинали рядом с шариком, не получают ничего? Нет. Только заканчивают есть. Влад, хуясь фаерболом. Ну, не знаю, насчет фаерболу, на самом деле. Там можно еще раз бюрлинг хэндс нормально зайдете. Вот это да. Так, этот парень сбежал. Шесть бросков. Четырнадцать там, может быть. Четырнадцать. Так, четырнадцать. Успел, не успел, успел, не успел. Так, только двое. Чего урон? Кидай. Двое по одиннадцать, а остальные урон. Каждый раз будешь кидать. Окей. Сначала урон. Двое по одиннадцать, один по пять. Байдал по пять. Поехали. Минус пять. Да, полян. Да, если что, их тут шесть, а не четыре. Да, кстати. Я же шесть бросок кидал. Я имел ввиду, остальные не пробросили. Ты просто сказал два и два. Я именно поэтому решил уточнить. Не, я остальные даже не стал говорить. Спас броски почему они кидают? Потому что спирит гвардианс. Нет. Повисдан. Какой спасборг. Бля. Я не понял. Астер, зукс. По вам производится по две атаки. А, получается все-таки по астеру две. Один умер. Тот перешагивая через своего бывшего собрата. Ты подвинь тогда одного, потому что сейчас пока нас только трое бьют. Ну, трое. Ты говорил по две. Ну, я говорю у астера две, а одного зукс. А, окей. Так, зукс 15, астер 21 и 12. Зукс отбивай атаку щитов. Ты отбиваешь атаку щитом, астер 27 попадание. Слышь, а те пацаны, которые ход закончили в 5-х от сферы, они урон получили? Ладно, Кирилл, получили. Сколько? Окей. 9, 7, 7. Окей. Вот, астер, ты получаешь 11 урона от мяча, который в тебя прилетает, и на концентрацию теперь просох. И ходит зукс, который может в начале своего хода откинуть спас от поезда. А может не откидывай, я не знаю. Не откидывает. Да, астер, поймите себя как-нибудь, что ты уже откинул от этого яда, то есть ты стабилизировался твой организм. На всякий случай. А то я могу забыть. И ходи зукс. Подожди-ка, этот спас. Астер, да, спас. Ну, покатки. Что это? У меня такой вопрос. Я могу как-то прижить, кто из них чуть-чуть более пострадавший? Может, у кого-то костей больше отсутствует? Все, все, все. А у тебя какой пассивный персепшн? Кто из них обгорел, точно видно. Меня про пассивный персепшн. У тебя еще с минус 5 за отравлено, так что нет. Ой, там мало. Да, там мало. Ты не в курсе. Я такой, аааа, и буду бить того, кто впереди меня. Давай. Я слышал, что надо бить до тех пор, пока они не умрут. Да, ты с победой, по-моему, должен быть. У меня преимущество и победа. А, точно, точно. Но ты прямо в щит попадаешь, из-за чего отлетает твой клинок. И не бейте им в щит. Еще что-нибудь? А мы и так не сзади стоим вроде. А, ну и... Ааа... В Нагорне все. Тенебрый Диор. Диоро. Блядь, Диор. А, осмотревшись вокруг, она замечает, что заклинание Астора сейчас будет убивать Тумана. Так, ща, погодите, описание можно еще раз? Я сейчас быстро читаю. Появляется куча маленьких пилонов. А, которые должны быть не аффект. Да, ну, ты вообще разбираешься в этом заклинании? Ну, давай начнем с этого. А, это бесплатный чек или платный? Давай бесплатный. На религию, потому что это чудеса. Окей, секунду. Религию. Осталось найти ее. Ага, да, я разбираюсь. Я в курсе, как оно работает, и Астор, а он, типа, называл вообще? Второго тела. О, нет, я знаю, что он должен видеть тех, кого он говорит. Ну, типа, я вижу, что они не пытаются меня убить. Да, 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 да. Но я понимаю, что он не видел Тумана, хотя она его видит. Да, да. Могу ли я просто использовать действие движения, чтобы подойти и толкнуть Тумана, типа, или это задействует... Ну, смотри, если он не будет сопротивляться, это будет задействие, то есть пуш, но, типа, оппозитив чека не будет, если вы не сопротивляете. Все равно действие. Все равно, часть 10. Забей, я пройду, ну, типа, атакуй этих, сядут каким боком. Я аж не умру с одного удара, я надеюсь. Не умрешь. Там всего-то 11 уронов. Нет, я думаю, нет. Она, она, типа, кивнет Астеру, мол, типа, извините, и подойдет к Туману и толкнет его. На Туману сопротивляешься? Нет. Ну, значит, я на 5 футов куда-нибудь сюда там толкаю. И она скажет, что-то вам лучше не быть в зоне вот этого, вас, кажется, не видели при колдовстве, а потом она вернется и за бонусное действие колдонет руки огня. Так, сейчас я только чек, но сколько этого стоит? Милый, милый сорсерер. Так, two sorcery points. День только начался, уже тратят все. День только начался, мы уже столько всего прошли. Ну, там не больше двух часов, по сути. Ну, поверхность, да ебаный, просто. Тише. Так, кого там дали, с 15 где-то? 15, да. Подожди, а это что получается? Это все. А, да, все. Если одного вот этого не зацепит, по-моему, который ниже. Нет, это все. Погоревло. Я точно, у меня на одном лейере есть, типа, все конусы. Я посмотрю, это 15-футовый. Да, задевает. Там, короче, как танчик из Трэперс. Ну да. Так, ловкость. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Так, ага, 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 только двое преуспели. Все остальные получают, ну, понял. 8 и по 4. Первый получает полноценный урон. Второй получает половинчатый урон. Третий получает половинчатый урон. Четвертый получает полноценный. Это 32 урона в энкаунтер. И следующий получает полноценный. Это все? Не, погоди, погоди. Тут вообще прямой видимости нет. Есть. Нету. Ты можешь из этой клетки выстрелить. Да, ты можешь из другой клетки выстрелить. Но из той клетки прямой видимости нет. Подожди, но я же должен из одного угла своей клетки видеть угол клетки врага. Вот, ровно ли мне. А так как я игнорирую каверы, то мне насрать. Я стреляю как обычно. Мне тоже насрать. Стреляй из другой клетки. Логично. Еее, добрый мастер. Вот отсюда можешь. Вот вы. Давай, кидай. Пресс преимуществует. Так что можешь больше струксы не кидать. И снова. Просто они какие-то легендарные парни. Они видят, что в них что-то летит и так парируют своим щитом. Но на самом деле не парируют. Он просто такой, типа, услышал, что что-то где-то двигается. Отрицательный стелл уже был. Такой поворачивается. И знаете, как в играх. Там случайно враг повернулся, когда ты не уцелишься. И щит такой встал перед ним. Это мимо. Я понял. А раз. Классикля. Там по дальним пацанам, бонус экшнам, флейминг сферам. Они же там никто не убегает, правда? Нет, они все прут. Вообще на пофиг. Их огонь не останавливает. Но, типа, куски поджарить своего мяса из них спадают. Какое мясо. Хорошо. Как они там стоят? Нахуя не видно. Ну, там стоят два за сферой, а один перед. Да. Я вот так сдвину сферу, и типа она вот в этого пацана ебнет. Вот в этого какого? Просправа? Который одинок. Одинок. Хорошо. Если что он провалил. И в пацана влетает 10 огненного урона. Хорошо. А по ребятам, которые стоят вот здесь, по крайнему угловому. Как бы это показать-то по-человечески? Этот? Нет. Вот этот. Ага. 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 Айснайф. 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 А, по вот этому. Видишь? Да, да, да. Я понял, понял. Все хорошо. Так, айснайф. 17. Это попадание. Ага. Он будет очень счастливым. Он будет очень счастливым. Да, все. Попадание. Так. И все остальные должны спас по ловкости сделать. Включай его. А, он получает 10 пирсинг. Остальные делают спас по ловкости и получают 2 до 6 полдема. За промах получают, нет? Нет. Так, все остальные, не считая его. Да. Ага. Так, ага. Спас по ловкости. А нет. То окей. Значит, 7 по 6 колды. Макс, 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 макс. Все включают цель, делают спас бросок. А, окей. Да. Значит, это тоже делает. Так, значит, 2 последних цели спаслись. Ну, окей. Нож влетает, рассыпается на осколки, и все они под инием. Там никакого больше эффекта нет. Да. Да, окей. А раз, еще что? Хватит. Астар. А, насколько вообще зукс наш, сейчас пока его лупили, по нему слышно было в кольчуге там или в чем-то? Я уже не помню. Чешуйчатый доспех. И щит. Ага. И щит. Окей. Так. Когда я сейчас, наверное, вмажу булавой по... Или не вмажу? По зуксу, что ли? Нет. Так спрашивал просто. Я сейчас... Я же бонус экшен могу после стандартного сделать? После обычного экшена. Да. Отлично. По тому, который стоит передо мной, я сейчас вмажу булавой просто. Давай, вмажь. И ты попадаешь, нанося ему целых восемь урона. Вот. А после этого... Вешаю свой священный символ обратно на шею и оставляю руку на нем. Вокруг меня возникает такое же дополнительное сияние. Та-дам. Это убежище. Ты думал, я просто так на тебя смотрел, да? Все. Хуй отзамбалела. Так, надо откинуть за девятерых. Но урон мне еще раз кидать же, или нет? Да, кидай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Жестко! Так, поехали. Так. Этот. Сколько там урона? Ни хрена ты там выбросил. Так. Этот спасся полурона. Так, это... Пусть... Этот. Похрен, спасся он или нет. Сдыхает. Этот. Этот. Этот задыхает. Этот. Этот задыхает. Этот. Сколько аж трупов! Просто все сгорать начинает! Бомбануло у всех Ну это просто выглядит так Как вот эти сияющие Целемориальные оружия Их разрубают Налетаешь, ты по кусочкам отламываешь Твой пилор все-таки есть Может быть Мы еще не уверены Не, ну, похоже на то Входящие тоже сейчас получат Я уже за них забросил Ты что думаешь, я 9 бросков делал? Ага И, кстати, у них, когда они входят В этот, если на них подействовало Ну, то есть они не пробросили Спас бросок, то они еще и с половиной скоростью Да Да, вообще пофиг, на самом деле Так Одна на капазу Все две пасты Вначале откинем Спасы у Астров Так Оба успеха То есть от гвардианов Они не отбрасывают От убежища отбрасывают Дисерейн На них работает Не Типа Все Да, да, да Все, конечно, с кем И только получают Полурона Да, да, да Так, зукс 15 Астр 19, и 6 Ну, что есть Понятно? 19 попал Попал Я все так же атаку считал Отбиваю Так, она даже была Подожди Еще от вонючки Я отбросил Они оба отбросили Говорю Нет, нет Мне от вонючки Или один раз Не, не, один раз Спас по телосложению Два раза Я так понимаю Один от атаки Семь урона по тебе Влетает Ну, в начале Первое отбрасываю Первое от удара Первое от удара Я не понял Что именно тебе Эффект от удара Требует Спаса по телосложению Ты уже это кидал Давай Просто Я кинул тебе Еще один Спас от телосложения Или что? Еще один Один Без преимущества Один Без преимущества Это не концентрация А, все Опять Ну, на Вот Семь урона Режущего ЗУКС Твой ход Спас по телосложению Ага Где у меня? Лист Так Эти полеты Как-то должны были идти Да ты мощен Да Все Ты больше не отравлен Я Я так напрягся И у меня этот Яд Из лба Вышел Там еще появились Вы видите Сколько их Тут Хорошо, что у меня Эта штука Действует Десять минут Что если у них Там гнезда? А, Астер Может мне все-таки Сменить Сферу на ШП? Может Вокруг нас Середи нас Сделать Будет норм Да Я думаю Пора Окей Мастер Такой вопрос Они как? Они как бы Просто скелеты С какими Насадками мяса Или у них Какие-то там Метерические доспехи? Они Скелеты С кусками мяса Поверх которых Надета Чешучатая броня И в руках Щит С мечом А на голове Метерическая шапка Окей Все Большая картинка Кому надо Ужас Это босс Это босс У меня и так В экран Нихуя не влезает Окей, ладно Я Зукс так задумался Видно, что Он хотел Что-то провернуть Потом он Пришел К некоторому Осознанию И просто Со всей дурью Бил своим Теневым мечом Тва Преимущество А че преимущество? Так они в тени, не? А Я да Еще раз один бросок Простой Да Попадание По какому билду Хотел? Я бил по центральному Да И центральный Просто охреневающе Получает 10 урона И охреневающе Умирает Продолжайте Их бить так же Можете считать Это вдохновление Которое не дает ничего На этом Мои полномочия Как бы все Макс Да Я же могу Войти в клетку Союзника Совершить атаку И не закончив ее И вернуться В свою клетку Нет Для совершения Атаки Нужно Типа Скажем так Закончить движение В каком-то роде А ты не можешь Это сделать В клетке Союзника Ты бы мог Это сделать Если бы у тебя Была бы возможность В течении Ну скажем так Во время передвижения Это делать Но это не во время Передвижения Так что нельзя Стой Тогда она шугает Того Который Рядом С Астером Выстрелом А у нее В руках Храпира Она делает Змах Храпирой И это Это так сказать Ударное расстояние Чего? Или нет Или мимо? Так как это Был удар На расстояние Никто ничего не понял Даже сама Тенебра И болт Куда-то улетел Непонятно Вот Это все? Тру? Да, это все Рожден в тумане Пью-пью Давай Да Да И ты Наконец-то Попадаешь Нику Можешь не кидать Потому что У парня Мало хп Но его Разрывают На части Башка Мести Со шлемом Улетает Куда-то А тело Просто падает Я только Начал вести Щетчик Пробахов И все Сбросить В следующий раз Начинаю вести Его раньше Да Раз До этого Попадал Окей Я Бонус Экшен По Одному Из пацанов Ёбну Флейминг Сфер Ну Типа Она Господи Убили все Эти коричневые квадраты Они у меня Десять Я не умею А Все Умница Кто их Вообще Там сделал Это я Сделал Я случайно Нажал Эту кнопку Все В порядке Значит Вообще Так Сфера Въедет Во всех Трех Или Двух Чуваков Это вроде В одного Она Вылетает Ну Хорошо Значит Выбер Любого Они там Все Одинаковые Допустим Хорошо И Это Последнее Приключение Сфера Потому что На этом Этапе Она Исчезает Допустим Как выбрать Форму Круга Он Уверачивается Что Если Хочешь Нарисовать Круг То Ты Занимаешь Зажимаешь Альт И Типа Делаешь Ага Диаметр Диаметр Здесь Радиус Ладно Потому что Центр Укажите Сейчас Прости Вот Тут Дай Просто Я подвигу Я могу Сейчас Что это Такое Это То Как Сфера Должна Выглядеть Окей Нормалды Вот Так Она И Должна Выглядеть Хорошо И Это Будет Вот Это Вот Радость Ну Ты Помнишь Как У нас Коровы Умирали Да Бедные Коровы Поздравляю За Каждые Пять Путов 2 2 4 Тем Кто Здесь Пойдет Это Короче Знаешь А Расы Растуют Заклинания Из Подземли Вырастают Растения У которых На части Их Стеблей Просто Находятся Вот эти Крутящиеся Пилы И Типа Земля Ладно Я признаю Вашу Победу Потому Что Мосты Обвалив Через Кое-то Время Они До вас И Допрут И Время А Время 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 так что а ну то есть а скажи нам тогда хоть сколько их там было все много потому что знаете что происходит там на голову упадут те железные мудайки нет там нет дырки я просто ради интереса там завал над нами завал они провал или кулка короче не как дарт молка ходит по той части типа реки то есть или как побережье у вас есть и наглядя просто не идут такие умные все что вы стали там не на мостов типа нет а мостов не классно она столпилась и периодически падает фреку пусть в том что ты можешь кидать сколько угодно шипов мастер будет сколько угодно добавлять туда могу потому что это судя по всему все бывшие жители этого города собак собаки которые нет пара тысяч это очень большой город для средневекового города очень огромный город я тебе до всяких случаев скажу то где вы там были это было просто котельная для этого города смотри а количество мертвецов любом случае конечно правильно потому что они не могли умирать там бесконечно с бесконечным количеством людей раз количество мертвецов конечно они не обучаются а значит за несколько дней можно вывести всех да типа какой смысл из-за них опыты и тут они дают началось удачного стрима большое спасибо аноним потому что чем меньше их со 11 тем меньше и вообще в принципе на нашем пути в будущем право право но это можно сделать только если сегодня больше не придется типа если если ты меня слышишь ты можешь выбрать лу для партии какой-нибудь даже проклят я им выдам а так то там тайдл вейл всяких есть можно без всяких заклятий я же говорю просто сесть и пулять а зачем нам тратить за 5 если вдруг сейчас сверху я вернулся какая-нибудь железяка нам на голову пойдет а мы такие без заклятий ска 3 по миссии так проходит какое-то количество времени мосты естественно сгорели перед вами валяются трупы я думаю трупов перед нами больше чем нарисовал да больше просто там повсюду ошметки валяются перед вами такой ковер из ошметков зомби повсюду они лежат обгорелые потому что некоторые то я еще погибают только пройдя мост то есть они гореть начинают там себе кого-то разбирают на части спирит гвардия на вы просто урон посчитайте средний там где-то больше сорока наверно выйдет вот я поэтому типа дальше не буду двигать и ваши действия ну я бы остался вместе с кем-нибудь еще посмотреть что будет происходить остальных и наиболее внимательных отправил бы исследовать этот берег чё тут вообще есть куда мы упали а у нас нет никаких прям хороших заклятий которые реально могли бы вынести весь этот берег но мы не знаем сколько их там вообще но сколько бы ни было сколько бы ни было наклеить и не придумали их их про и их эти самые горят как их зовут останки горят да принципе мы можем поджигать их их останки они все равно двигаются не думая типа имеется ввиду что ты добре сообщает что она может поджечь там типа все все что движется а потом просто распространять огонь по останкам типа умерших если есть ли другие переходы с этого бега к нам потому что мы полагаем мы можем спокойно двигаться по нашей небольшой части берега и кажется нет посмотрите они бы уже пришли к нам сюда что-то мистически жуткая но полезно а куда куда течет река спасибо еще за 77 мистическое нужно и потолок изменяется или он везде одного уровня еще раз да 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 я чую чё-то про глубокое услышал про реку да во первых куда чет река во вторых потолок везде одного уровня люди то есть лучше на самом деле река это все-таки такой эту туннель и она скорее всего очень глубокое вы отсюда не видите потому что она очень как бы это правильно сказать грязное что ли но представим не знаю потому что так были поэтому то есть во время работы там вот очистка происходит так далее то есть там очень грязная вода мне даже плавать будет сложно потому что затягивает тебя вот и в какой-то момент туннель немного сужается так что потолок вот где вы сейчас находитесь там высоте 15 а дальше все уже 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 дальше на туман ты слышишь какой-то голос ну клево чем говорит и откуда его слышу не понимаю что он говорит как будто кляп у кого-то во рту и находится где-то земле но на всякий случай по инструкциям платаста кто из вас лучше понимать как труда работают хорошо плат там остались все без формы осталась большая часть заклятий то есть я почти не тратился почти совсем не тратился собственно это ставили что все правильно даст правильно пожалуйста не убивайте ребенка из меня ты про туманы про раз потому что мне пока нравится чар я не хотел бы заканчивать но мне пора давай успехов успехов да давай ты а раз и будешь следующей игре или нет да буду все хорошо тоже был последний вроде пропуск ну я на всякий случай Влад тебе норм погонять скажи что-нибудь дай перца погонять да да ну типа я не знаю макс мне выдаст чарник твой или как они понимают я понятия точно не имею но там нет секретов так ты можешь просто говорить что ты хочешь сделать а макс тебе нет нет я сейчас ему чарник выдаю там два чарника Влад если что один до заклинания один заклятие до второго уровня первом чарник и заклятье в уровне втором потому что иначе первый не грузится окей я полагаю там все заклятие там все заклятие дроиды с набором подготовленных и если входит в лист форму очень рекомендую таки скастовать бортскен потому что тогда ца будет 15 нет я знаю 16 но окей дорогами это я м проверь может ли караса и мальчарк картинки по поводу тумана наверно нарисованность конечно там крыши заклинания отсортированы по алфавиту по сложности там для переписано все как на глупости сейчас погодите мне нужен второй чай ну да ты при помощи файмлиара ищешь проход куда смотри я выпускаю сову можешь можно просто полетать и посмотри вдруг тут есть неожиданно еще какой-то проход на ту сторону если вдруг нам это держит доберется чего бы мне совсем не хотелось потом поглядывая на нее в этот похожу посмотрю все от туманом ничего не сказал что он услышал ну погоди погоди не торопись астер вот реально давай с заявками закончим типа параллельно не надо сова такая куда-то полетела возможно на север дальше по проходу так туман как я уже говорил ты где-то слышишь голос гуна ты не ошибся то есть будто бы у него там рот там забит или еще что-то или он идет из какой-то коробки может быть еще что я спросил где его слышь ты сказал что вроде под землей землей да из земли доносится если ты прикладываешь ухо слышно еще лучше землями ну я смотрю на пол это камень или это земля ты смотришь на пол и я просто раз объяснял это шахта поэтому это земля но я достану один кинжал и покопаю землю слегка вот и все происходит туман ты понимаешь что не тут ты это слышишь ты роешь землю во первых ты меня не видишь во вторых идите в жопу своими бред спирит гвардами они уже кончились давно я к тебе подходить не буду ну макс я похожу по этой пещере посмотрю послушаю сильно сильнее это будет perception тенебра чё за плюс тенебра в свое удовольствие пожжет нежить на той стороне шо теперь ну получается она просто популяет потому что она не хочет убирать давай среднее значение три броска атаки посмотрим насколько ты хорошо у тебя это будет получаться что за принято я могу понять они меня видят или нет когда я ухожу на я могу вообще выйти на 60 футов от них а я победит победит а вот видишь типа задней линии да она стоит где-нибудь вот здесь по задним линиям исходя из того что может быть у них 60 футовое зрение ну ты понимаешь что там когда уже два или три союзник стоит это уже плюс 5 к обороне союзники дают друг другу оборону просто что over то есть легкий кавер когда перед тобой только один союзник когда их дохрена это уже тяжелый кавер ну типа с каких пор ну ладно как скажешь потому что реально там много влад если бы там боевой строй даже бы стоял ну сам подумал боевой строй они пока нет 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 а там просто замбата я друга навалилась потому что я я знаю типа например что есть определенные монстры которые говорят что да если вместе то их отца выше хорош со мной спорить и еще раз говорит их там до хрена поэтому тяжелый кавер ну ты чистиваешься что ну ладно 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 что я хочу нанести очень много урона и нанесешь ты очень много урона так подвинуть огонек туда книги тоже популяр а да конечно ну типа там где-нибудь стоит огонек да все что ты начинаешь пулять попадает и периодически зомба либо сама умирает либо ты попадаешь там по ноге допустимая не улетают в реку это постепенно идет и все-таки постепенно у тебя накладывается усталость так что там когда ты убьешь и там с двадцаток с тридцаток уже то есть ну там сами понимаете постоянно лупить это сложно в горле пересохла от того то что приходится произносить фарбу вот если их останки горят она готова продолжить махать руками и используя контрол феймс и распространять огонь а мне настолько сильно науки вот так что ну смотри если продолжить так туман астер чего у вас там я тоже сяду присяду на бережку буду пулять их священным пламенем смотреть что происходит они там тоже от тебя горят хорошо хорошо потому что уничтожение нежитей это боговодное дело туман я похожу пункты пещере в которой я нахожусь маленькой поищу голос может этого сильнее слышим вот был до 13 13 ты его все ищешь 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 и ты в какой-то момент понимаешь что ты его услышал когда более-менее все утикла но пальба и крики астрос тенеброй мешают тебе точно понять где они то есть эхо разносится по пещере а ты полос ну я сяду здесь на жопу буду смотреть в принципе я вижу кусок берега вот этот наверное вот здесь вот и все и буду кинжалом чего-нибудь нарисовать на земле перед собой все то есть и мое дело попросить их типа ну хорош полить я там еще не тихо голос голове тихо да зус были чем сделал заявку живон чате типа так это сова делать я я ожидаю сову но я знаю что я бы я бы еще подошел к тенебра после 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 этого боя она стоит пуля это огненные снаряды это это знаешь тенебра стоит типа да там горит огонь и в нее глазах он отражается и типа типа веселуха но это но это добрый а не злой дом сел и смех очень можно я я так подхожу неодобрительно смотрю на тебя и я ты стоял сказал про проклятие теперь у меня все в голове сложилось я буду держать за тобой глаз да глаз простите что все то что я сказал ладно как скажете и про вас не очень хорошо поняла о чем что из этих вот 10 слов тебе не было понятно какой проклятие я показываю пальцем на твою руку но это не проклятие это наследственность да 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 проклятие передающиеся по наследству семейное ну ну ладно какого рода еще и что вы собираетесь этим делать я я за тобой буду следить чтобы ты гадости не наделала я знаю вас ладно как скажете лично то натворите что-то только влезете куда-то а в таком случае мне кажется лучше присмотреть за нашим пушистым другом он пока только собак хотел погодить нечего за ним смотреть как скажете вы вы сейчас видите кстати даже ты это косматривайся нет вот этот вопрос был к ним да не к тебе знаешь знаешь это я такой осматриваюсь наверное пошел собак хватить и он здесь найдет собак то пью а там точно надо на ту сторону берега видеть здесь какой-нибудь проход куда-нибудь дальше была дорога вроде а тут у нас непонятно что ну то есть я предлагал исследовать эту часть берега по полить подробней потому что там вот на пустим южнее мы не спустились что там давай что ли походе тогда посмотрим в тот момент когда ты прекращаешь тоже пулять нормальный не убитый как у тумана ты тоже слышишь какой-то голос где-то связано с тем то что ты перестал пуля тетенебры так уважаемая подождите немножко чё-то я слышу и чё-то я бы давай тоже буду искать где ты слышу кинуть активный перцев активный можно что я вам помогаю пошли типа месяц не пошел искать с преимуществом кидай да и в какой-то момент действительно слышите место из которого исходит голос она находится там видно и идет откуда-то из-под земли а вообще что это за мест можете посвятить здесь спасибо а что вообще здесь в этом месте в этом месте вообще здесь в округе ведутся своеобразные раскопки и ввелись они блин опять забыл как называется мадрон его мадронами то есть видно как маленькие терки лежат повсюду маленькие тележки и они что-то переводят в том месте где вы сейчас находитесь как будто какие-то ноги какой-то статуи были выкопаны то есть вот именно вот эта вот часть земли и и откопали ну знаете там как раскопки ведутся и видно такие мраморные ноги в сандалиях большие но смысле большого размера большого размера но кажется звук идет отсюда а у нас есть туман у нас есть собой лопата где-то в этот же момент прилетается лазутся и что-то вроде как бы мысленно рассказывает что дальше на север можно было пролететь небольшому существу над водой и она смогла подняться наверх где увидела вдалеке твоих старых знакомых это тоже китово собаки только другие которые находились стоят в тот момент когда вы отправлялись они находятся совершенно недалеко они живые или мертвые они живые я тогда передаю эту информацию можно им передать какую-нибудь информацию что мы тут допустим хотя они не знают вообще кто мы не знаю рассказал ли кто-нибудь из тех с кем мы общались о том вообще что мы сюда можно им написать записку самой передать вот я думаю что то в этой записке написать привет мы гости застряли под землей с кучей ваших мертвых бывших товарища братьев но я бы мог такое написать я даже гигантский знаю но напиши я просто не знаю что как бы просто что мы можем у них попросить или что-то прокопаются или там типа вход продолбит над водой и вылезут там где эти куча нежити очень получилось что в этой нежити нету мозгов в каких-нибудь копий окно а туман то есть у нас лопаты нет нет откуда здесь есть маленькие да там кирки и лопаты маленькие да время можно но не очень удобно не на самом деле для зукса это будет как детская лопатка и так далее кирка для вас очень маленькая но я в детстве такими игрался да но вы можете продолжить тут копать там я не знаю что выкопать судя по всему звук пойдет вот отсюда которые мы слышали мастер такой вопрос это статуя она я понятно понял что это ноги с таким типа постаментами или около того она типа куда направлена вверх вниз она перевернутая так что получается вы видите верхнюю часть ботинок и там пальцы да все перевернутый человек типа тогда мне кажется надо это дело раскопать ну вот может быть это как раз голова говорит этой статуи вот поэтому надо раскопать для всех из вас для любого из нас вы как раз почте подходите чтобы пользоваться вот этим инструментом тогда я беру эту эти детские кирочки я хочу знать что так с двух рук потому что они как раз маленькие и удобно долбить а можно еще попросить а раз и если он превратится допустим какой-то медведя там и там вырыт или у кого-то короче кому удобнее рыть чем голыми руками а он умеет медведь умеет наверное может быть гигантского крота буду говорить как раз именно так что такие бывают гигантские кроты но мне кажется если повод гигантский лосик гигантский жук то почему нибудь гигантского крота делаешь и гигантским все просто так если правильно помню нам говорили что него осталось два два раза быть 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 животным поэтому сейчас я проверю может не весь крутые при бомбаса в стиле заклинаний но не третьего уровня шалку лопаты у него нет шалка лопата лопата долевого уровня погодите 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 нет лопаты у него нет чашки почему ждали этом у него есть у него же есть куча у него же здесь крутая это самая ветровка с кучей картинок так сказать не попала перечень тарангу до 2 штук тогда боя существует все еще активно я беру эти две кирюшки даже такие так с двух рук начинается я думаю раз и превратится в гигантского крота и все нет гигантского крота медведи превращайся и не увидите пудре мозги нет есть какое-то животное у которого есть borrow speed кинь за него ничь 10 точно 1 1 да да и ну такой думает гигантский крот я думаю что у этого животного выберет шесть букв 5 со своим барсук медведы медоеды но типа да это может быть барсук принципе смысле опять со своим барсуком это как вообще ты уже говорил про барсука ну да барсук имеет borrow speed прикиньте и он видим размер это вот гигантский барсук среднего размера и есть кстати отчеты ну может и гигантский барсук я точно помню есть барсук минимум размер да это гигантский барсук он среднего размера он 14 до 1 и просто становится гигантским барсуком и вырывает ах ты знаешь типа он смотрит на вас смотрит наверх такой делается и бросучими эти сами бровями у меня жизнь бара успит давай копай у меня есть желание попробовать макс типа чё ты делаешь давай гигантский барсук и должен играть как раз обвала вместо обвала такой ну в жопу это дерьмо и и он роет вверх что-то раз и мало материть потому что барсук то есть ты наверху героев мы тебя попросили в копает вашу дурацкую статую а потом пойдет рыть вверх типа делая вертикальный туннель вверх вертикальная делает наклонный какой слегка на 60 градусов хотя ловкость рук от барсука до статуи не сломал да пока он кидай вы рисуете статуи она практически разломана где-то выше скажем так пояса но часть ее как будто вот знаете локти так прижаты к телу и вперед выставлены руки на которых находился какой-то сундук и доносящийся как из коробки голос исходит оттуда рука и теперь тоже лучше стало слышно что там говорят нет хуже слышно потому что неразборчиво или потому что непонятный язык потому что неразборчиво то есть ну сами понимаете типа если что-то будет говорить какой-то коробки там звук отражаться будет нички не падет дай мне пару минут дружище а как он говорит это если что это сундук из какого-то интересного металла который выглядит таким как будто ну как платина короче на не платит то есть такой сероватор тут не что ли такой цвет и я похоже на тут речь похож на что то где-то меч из лунного там железа ледяного вот на нем выгравированы всякие разного рода элементы со мной там стороны вода сверху огонь там по бокам кулаками или чё нет короче сверху огонь снизу вода типа а посередине такая каемка там по нижней стороне горы а сверху такие облака все вот будет так ну вы можете опознать металл все кроме арасы который копает наверх и до сих пор я не вижу броска лупости рук смысл до 10 какой-то 10 не зато барсук очень серьезно рыл и земля по которым роет мягкая потому что вы недавно обвалились по ней барсука заваливает нанося ему 15 дробящего урона выжил нет но раз получит три урона кажется завален до начинает немного трясти и земля так просто ну типа туннель так обваливается с барсуком который улез куда-то наверх я надеюсь никто с ним не полез это уже арасы не барсук уже ну а вы ни арасы ни барсука не едите ну арасы такой чё за дерьмо я же был барсуком краски барсукив метры ну арасы такой типа знаете как под завалом такой типа человек типа чё происходит нифига не видно я думаю мы же понимаем где он там рыл давайте его откопаем блин хоть переключайтесь с кирками да нет нет ну типа он может использовать еще одну бестформу и снова стать гигантским барсуком и ну типа рыть вниз крыть аппарат вернуться в форме гигантского барсука но если ты так делаешь то да арасы вырывается и так ну да 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 он так делает вот вы видите как основа тот туннель который обвалился он снова появляется и оттуда ползает барсука раз он выползает грозит типа земле кулаком типа все продолжать барсуком у тебя что есть жемчужина да чё и первого сова понятно есть значит есть там было опознание я такой дайте мне минутку я опознают и опознаешь и понимаешь что это шкатулка сделаны из адамантита и любой урон нанесенный ей будет отражаться на том кто это сделал также любая попытка вскрытие и проваленная попытка наносится случайный урон ну то есть там хаотический урон по тому кто применяет ну пытается взломать будь то магические или физически она закрыта давайте попробуем просто открыть она заперта на замок и за нужен ключ и нет на какого вид понятная какого вида ключ ключ вида ну знаете вот зубчики ключа только не в разную сторону двойной или ладно по повладовской отсылки пускай четверной будет как пятом элементе такой вопрос я могу про анализировать какой бы ключ туда мог бы подойти адамантиновый нет смысле типа значит а вот форму как-то подкатая польщики так давай прикинем да примерно понимаешь по какой форме он был примерно важное замечание то есть такой но процентов так на 83 я понимаю какой он там должен быть я такой нету говоришь я такой опа и у меня в руках ключ я правда не уверен откроет он него или нет это были фокусы такие какие-то давайте я попробую не знаю держи ну вы тогда что ли отойдите куда-нибудь и пережил я это сделал прямо сейчас и я прячусь за какой-нибудь выступать что так за него выглядят посматривая это 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 ситуация в стиле там выглядывает типа гном и над ним сразу же тенебра такая сам себя не могу не благословишь никто тебя не благословит у тебя все получится давай так я попытаюсь осторожно этим ключом что-то мне кидать надо нет так и не ловкость рук как меню чтобы воспользоваться ключом потом объясню зачем ну я предполагаю что ключ это не полноценный он вы нашли самого ловко но до 4 будешь там все кидать и 4 ты у меня что поможет так и проверяем повезло ли тебе астер засовывает ключ зачем-то его нажимать чуть-чуть глубже чем надо можно сказать по тебе происходит хаус болт так 2 до 8 а вот d8 так это было 12 урона звуком приходится по тебе то есть такой как будто крик проносится и кровь из души немного и черт они сейн нам бортом был повезло астер ты в порядке пока да надо немножко посидеть отдохнуть а кисус ключом и что вообще открылась нет ключ разрушается а замок не открывается теперь вы понять это произошло из-за того что ключ такой бракован или из-за того что я очень если кто-то пытается понять окей я такой я без дела хороший ключ как так могло получиться зубс ты примерно понимаешь что ключ в принципе похож но нужно его очень аккуратно вставлять и поворачивать чтобы он правильно по повернулся так как он совпадает не сто процентов а что это не ко мне а я бы взял ну то есть немножко бы отдохнул часок то есть астер очень сильно приложился на ключ но привык большим массивным включая видимо а здесь тонкая работа нужна попросите кота в перчатках кота в перчатках такой вопрос макс обвороже случился вообще макс обвал который случился с нами он вертикальный был или под углом под углом поверь на был бы он вертикальный я бы вам очень много урон накидал покинь я думаю в это время а раз и начинает мало-помалу разгребать типа этот овал то есть этот провал и засовывать из лички земли скажем какой-нибудь вот сюда например да давай более подробно ты мне объяснишь что это должно дать он начнет делать большой туннель форме провала от начала до конца вверх ну ладно ну там будешь код сейчас секунду лучше пока да вроде вот говорят ты можешь открыть этот забак эти ключи там давай опять создаю ключ и я убегаю если взорвется я не видоват сильно только не нажимай беру ключ снимаю руки теперь у меня лапки лапки лапками обратно и так там какой был да и ты открываешь замок но в тот момент как от начинает открываться крышка все-таки ключ ну то есть ну понимаете она ты сама по себе немного распахивается и ключ немного дергает вверх и хаос был все равно происходит по тебе туман так хорошо у меня есть штука тронки то что я половине урон или он только от видимых так это так от видимых а так по тебе хаос болт это атака все нормально урон от хаос болта это не атака то есть это как я не знаю половине урон если ты попал по кому-нибудь с огненным щитом ты попал по нему ты действия производил а на твои действия ответ без возможности спастись эндюру эндюра элемент можно применять но на ноги ладно все не пути энди так 2 если что воскресим кота 6 и 8 туман ты получаешь целых 6 единиц кислоты прямо по твоим рукам повезло что снял перчатки а то бы может они расплавились и крышка открывается и уже слышно что-то не на непонятном почти всем языке кроме зубца которая говорит спасите меня я здесь запер давно не так одиноко я хочу с кем поговорить крышку что там лежит внутри обещаю я не буду на вас ругаться открываешь крышку и видишь там это балабольство кто что это ты видишь какое-то балабольство ты видишь и в этой сфере какой-то туман туман видит туман видит тумана я бы охутились там был на землю и разбирайтесь а я говорю ставлю сферу ну ставлю ящик на землю типа не интересно там нет ничего того что могло бы мне понадобиться типа я отхожу пусть сами разбираются и магическими что-то а кто-нибудь понимает вообще-то оттуда произвольно все нормально вот говорит что будет хороший мальчик я только смотрю на эту сферу вот ты что не понял вот вы понимаете почему кот ушел чё ты кричишь чё ты кричишь ты меня понимаешь 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 да и вниз ты понимаешь я это я так подхожу эта сфера на большая чем сравнить ну как наверное волейбольный мяч волейбольный мяч окей я такой я беру ее двумя руками смотрю такой и киваю а так ты либо меня понимаешь либо не понимаешь у вас просто типа среди гном ты там или кто типа мот мотание головой это отрицательно ты что блин такое я ты меня поднял я сфере так я не что такой я великий она ним анонимус сын анонима возможно отца я своего не знал слышь ты аноним анонима и ты ты взяв эту сферу видишь то что такое как будто бы туманное лицо образуется внутри его похоже на своеобразную маску говоришь анонима венецианскую маску анонима и вот что ты тут делаешь я никогда советник не буду говорить кого разбирался со всеми делами меня даже наградили тем что поместили в эту коробку я должен был почетно стоять неизвестно мне месть сомнительная награда конечно вот когда выглядело место по-другому вы где максим ты пропадаешь бесит половину фраз непонятно вообще что-то на мать я так пропадаю ну я объятия прошли все услышал и такой но мы в какой-то пещере тут какие-то часовые солдаты и куча держите тебе это чем-то говорит нежить не знаю часовые солдаты великие стражи круто а ты умеешь делать или ты знаешь как как их делали не делать не умею глаз могу сделать красивый вас как такой глаз но в три мегапикселя могу сделать красный ничего не понял но очень интересно чего вообще происходит чем ты там разговариваешь я такой поворачиваюсь так это ададим ададимус тут маска ададимуса и он говорит что его наградили повести в эту анонимную коробку конечно поместили очень анонимно и он говорит что он анонимно знает как делают этих часовых солдат но он знает еще как сделать анонимный глаз на украсит их как-то выключить я тебя понимаю трех слов достаточно каких трех слов трех слов на любом языке чтобы ты начал понимать примерно хорошо но так а ты знаешь как выключить этих часовых ну как же выключить магнитосферу отлично а вот этих я ему тебе ты вообще видеть можешь из сферы и своей или только разговаривать да недалеко разговаривать отдали у них людей как это сделать ну найдите сферу большую не меня не анонимную сверху как она выглядит погодите мелочка сейчас все будем был как-то раз один изобретатель вот он доказал то то что если от центра предмета на равном расстоянии от него провести большое бесконечное количество линий получается сфера гениальта да и вся эта сфера потом его сожгли нет эта сфера как она выглядит чего она сделана ну еще раз проведи из точки во все стороны бесконечное количество линий и получишь сферу вот так выглядит сфера хорошо так значит так внутри я нежно отпускаю тебя и ты отправляешься в полет это тоже будет это ты 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 будешь сфера и потом не будешь сферой ты практически бесконечность линий мне будет больно я с вами прекращу общаться на какое-то время я вас прочел уже друзья мои не то аналогию понял да хорошо он не знает как выглядит эта сфера я знаю как она выглядит ну ты не описал ничего кроме того что она имеет то что то что она имеет форму сферы мы поняли из названия как она еще выглядит знаете на 1 1 волшебник сделал ну как он называет сферу но у него были грани представляете это не сфера так что я бы вам сказал что это не сфера ясно короче я тоже волшебник а цвета какого сфера это который скорее всего цвет ее зависит от того какое напряжение нормальное состояние синяя красная беги черная не работает вот так уже лучше а размером при на какой какая большая больше гиганты и и вдвоем носили дальше больше тебя нет а может на просто очень тяжелые какими свойствами она обладает я программируют определенное магнитное излучение излучение часовые солдаты принимают магнитное излучение и начинают двигаться это единственное свойство в принципе да память и излучение ну или не знаю как правильно назвать с магнитами это излучение опасно для жизни долгое прикосновение к сфере да а как ее выключить нет нет зачем я хочу перепрограммировать я хочу выключить что мне нужно сделать для этого сломать нет а как перепрограммировать и в курсе не хочу и ломать я не хочу перепрограммировать я хочу и выключить ну не весь свойство это это перепрограммировать сделать так чтобы она не спускала излучение она обмене изучение волны вольт чем мне не перене поправили волны чтобы она не спускала волны то есть она совсем перестанет их изучать да пошла заново не перепрограммировать хорошо как это третал да ты можешь ему научить а вам можно им пользоваться да как это определяется кому можно кому не теперь разрешили секунду секунду еще блеф заклинание а кто должен разрешать deception может быть у раз вы спрашиваете спросить его своей знакомой она же говорит что и можно да могу научить отлично так погодите но за это мне мне нужна музыка мы мне мне можно но у меня систем который мне помогает я не очень хорошо разбираюсь в ритуалах поэтому вы можете помочь моему ассистенту понять чтобы он работает на меня это должен быть честный обмен вы мне споете расскажите историю я давно никого не слышал а я вам расскажу как это сделать она знаешь она немного вздыхает но такая ладно одну секунду а раз и можете перестать быть кротом подойдите к нам пожалуйста нам нужны ваши слову господин звукс вы умеете ритуалы разбирайтесь не я отлично тогда вы можете послушать у меня есть консистентов а история ну она начнет рассказывать историю одну из историй о похождениях своей сестры и не очень приятно это рассказывать но она это сделает ну раз ты типа не будешь это не как отыгрывать бросил бросок истории или выступление вот это то что я хотел услышать очень интересно и такой типа сарказный я не очень хорошо рассказываю это да потому что мне не очень нравится главный герой но и тем не менее это так какой еще салва подъем мы кстати за играем пожалуйста крашер сможете начинать обучать его ритуалу выключение перепрограммирования сфер а песня история и песня ладно давайте если я ему спою я сначала почищу лепи потом открою там свой томикс песенник и начну ему ее напевать вот как напоем просто такая типа унылая маска летает ладно берете подходите к сфере садитесь возле нее не знаю вот ему не даете петь ей рассказывать истории нужно сосредоточенность вот берете кладете перед собой контрольный жезл и начинаете мысленно концентрироваться на нем и проходить все возможные действия какие должны должны совершать какие часовые солдаты должны что совершать часовые солдаты просто выпало слово часовые солдаты зеленые совершать часовые солдаты совершать вот потом берете в руку жезл и указываете на сферу и жезл а выйдет луч вот как луч закончится все вы все сделали если сфера красная бегите оттуда а что произойдет если даже если мы убежим что-то же произойдется бум по сути произойдет вот что будет выброс энергии очень сильный аннигилирующий всю материю в округе очень похоже на заклинание аннигиляции только массово радиус какой но это насколько взорвется часто такое происходило редко поэтому контрольный жезл кому и ритуал кому попала не доверяют окажется мы все посвящены когда вам же можно но ваши знакомы вот это надо точно посвящены но да и по пути это джессу жезл не знаю ну жезл обычно у программатора полагает один из гигантов наверное да много кому доверяют главное чтобы умный и ответственный был нормально какими-то нужны особыми параметрами как называется на платы нужно быть очень очень умным или очень опытным чтобы эффективно контролировать этот жезл контрольный и так далее но если вы будете очень опытом вы будете правильно делать если будете очень умным вы наверное поймете как правильно делать ваши до или айти гиганты бывшие хозяева этого города я думаю что ты тоже был тут житель конечно я был великим советником поэтому тебя заперли сюда я не заперли это добровольная командировка нет это назначение на новую должность ранее режим существо всегда были сферой с туманом внутри я сфера с туманом это магическая дымка часть астрального моря не учи чего у вас школе учат ну можно и так этому обратиться я хотел спросить я улучшенную форму фамильяру у вас в городе практиковали некромантик вне города практиковали внутри а зачем внутри плохо пахнет не не очень эффективно часовые солдаты и созданные существа гораздо эффективнее а вот эти там допустим неправильная работа вот этой сферы она могла привести к каким-нибудь таким эффектом как от некромантики из того что мне известно нет интересно но теоретически надо у создателя сферы спрашивать может он туда что-то такое заложил просто тут сейчас ходит целая армия нежити ой если что а что он тут делает но это я так понял бывшие жители этого города частично потому что они такие похожи гигантские не дописали такие похожи но такие собаки которые первые скажите пожалуйста если позволите а кроме механической стражи в этом городе есть еще какие-то оборонительные сооружения или что-то подобное ну как же очень многие жители великаны они любили сами конструировать разнообразные ловушки так что лучше защитить свой дом чем-то своим чтобы никто не догадался что ты сделал а такие здания как например здание в котором находится магнитосфера оно было достоянием общественности или здание магнитосферы было достоянием общественности да ну допускали туда тут по пропуска что за пропуска магический оттенок который вы можете сделать она она повернется к звуксу явно объясни мне пожалуйста что это магический оттенок ты что не поняла я сам не понял хорошо детально описать этот магический оттенок это типа печать то уникальный магический оттенок которую вы делаете и кто-то понимает это магический паспорт вы что как как вам допуск дали вы если у вас нет магического паспорта что-то тут не то еще у меня есть магический айпишник мне до него письма шлют хочешь покажу это кому была фраза у меня это был вопрос воздух я не знаю так хорошо полагаю там какого-то рода в общем полагаю бесподобного магического оттенка внутри а с невозможно так наверное я там не был я советника не рабочие магнитосферы полагает это здание также защищено какого-то рода ловушками конечно я же советника не защитник магнитосферы но советником положено много знать ты нам должен советовать почему-то ничего не советую я вам советую спросить у того кто вам дал пропуск хорошо боюсь он уже мертв тут еще есть такая проблема она свою бумажку пропуска потеряла восстановить можно какая бумажка это же магический оттенок елки-палки какая бумажка вот так он ведь должен быть подтвержден заверен а вдруг вдруг я вас возьму и поделали такого конечно делать не буду и сдается из нашего диалога вы не совсем понимаете что это такое понимаешь мы бы пропуск получили но как бы тогда в на бок и объяснили так кто выдал пропуск дайте мне с ним поговорить где этот гад не учи блин понабирает по объявлениям магический оттенок вас специально учат тому как правильно махать руками вы делаете простейшие заклинания при помощи этих взмахов руками это своеобразная шифровка заклинания который позволяет вам против внутрь даже простейшая малая иллюзия примененная на входе открывает вам вход может вы делаете по-другому а встретите вашего начальника напишите на него доклад что он нихрена не знает ну я короче беру эту сферу показываю вы видите хотя бы недалеко я показываю на вот эти завалы и всего вокруг говорю но она где-то вот здесь под завалами так что вряд ли мы сможем к нему еще попасть ой и он такой смотрит на зомбик трудовой а бой я конечно сундучок ну то есть на мою важную должность но официально как главный советник я снимаю себя это должность и ставлю вас нет теперь я ставлю себя на должность вашего советника так что вы обязаны просто меня забрать с собой кроме общерных знаний что еще вы умеете колдовать но только по настроению а если мы вас попросим ну можете попросить и я подумаю но что вы умеете я все умею я отлично астер могли бы ему показать этот проход и она показывает на завал через который мы спустились ну вот нас провалились под землю нам попасть обратно на поверхность да да я могу на не сегодня а что вы можете сегодня он такой типа говорит искры и искры и искры начинает из него сыпаться разного цвета но они имеют температуру не искры которые фокусы строить а еще вопрос вы же советник вы наверно много времени провели в этом городе вы ориентируетесь вообще я даже не в курсе в каком мы городе это вообще не город это шахта ну провалились мы под землю потому что в городе городе под землю повесил бы я такого архитектора потому что мы должны были под воздух провалить но в принципе да самое частое что могло случиться с неосторожными жителями но все они умеют заклинание падение перышко я тоже умею я тоже умею называть то вас кстати как а то что я не слышал этого аноним анонимус сын анонима один анонимус вы желаете нам зла смотрит на тебя а вы меня желаете вроде бы нет значит нет я ваш советник я вам советую не желать не зла похоже на правду так у нас есть вариант еще через как-то да правда я еще хотела задать пару вопросов по поводу механических солдат механической стражи какими какие их сильные стороны какие их слабые стороны расскажите о них побольше но сами по себе редко действуют умные в зависимости от программы делаются часто из очень эффективного материала так что оружие обычных смертных малоэффективно по а программу ему можно написать какую хочешь да да отлично вот естественно как неживые не имеют воздействия яда и психика опять же пара же смертных я сказал не имеет воздействия на их броня просто восстанавливается лучше использовать либо магию либо адаматин а если я в них электричеством жахту электричеством подействует а это нормально они быстро и медленные не быстрые иногда очень быстрые зависит от программы из строения обычно солдаты не очень быстрые спарка все решает делали часовых под разные нужды помню как-то было было состязание по каратэ сделали двухчасовых каратэ один другому сломал ногу а тот взял взял и короче стал в позу журавля и как ударил другому что у того голова отлетела так что лучше таким не связываться а если давай я пишу ему вот такой оба типа которых вы видели да какие ну одни обычные часовые солдаты с модификации вроде как охотников второй неизвестный мне модель а вот эти быстрые очень быстрые скажем если взять например обычную собаку не знаю что такое собака полагаю так они и быстрее медленнее если надо будет быстрее слушайте а там где вот вы находились на ответственном посту там еще кроме вас что-то было кроме есть ну в этом помещении например тело обед на посту я был верный не лицезрели мой лик я был помещен в идеальную коробку как ты думаешь и кого-то оттуда видел а какие самые распространенные модели мадроны рабочие могут работать в разных местах уничтожают крыс большом количестве могут любого паразита уничтожить вас например там ты паразит примеру продолжить что сам распространенного недель рабочий нет нет я имею ввиду хорошо а после рабочего какая идет солдаты продолжать дальше модификации солдат наделет ли они магии нет но есть специализированные часовые магия то есть некоторые из них владеют да у нас в городе больше не совы дракон примеру еще дышит огнем как как можно определить чеховых магов от других часовых светится синим и в мантии ходит но это просто было их создатели не любили и конспирировать поэтому сразу по виду можно было определить кто они и что делают если не уникальные модификации что уж понятно видимо нам попалась уникальная мальчик а где их делают полагая есть какое-то место где их делают ну все зависит от того как и будут делать самое оптимальное часовщики собирает вручную мадроны запрограммированные тоже собирает вручную но это уже более конвейерная солдат обычно или других мадронов делают из того что я видела нужно в них много же много маленьких деталей полагая их как-то отливают конечно часовые магии ах да точно выжили выжили на мою рода кажется понятно тогда это нет смысла в этом городе если в обычно обычно в летающих городах существует ли какое-то место где можно узнать о его истории или посмотреть как он выглядел ранее и тогда библиотека 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 все правильно как это здание обычно выглядит как бублик с дырочкой или без товар дырочкой внутри дырочки обычно те кто при хорошей погоде любят на свежем воздухе читать читают там же обеденная зона а высота подобного здания высота подобного здания в 4 великанских этажа ну такое скромненько любой великан должен там спокойно ходить в таком случае полагал где-то на потолке дай попасть уже будет явно проблематично вообще отсюда бы выбраться сначала нам надо как-то все кито к собакам то зубс послали чё-нибудь ажой посылайте не прокопаются сюда может они нам предложат что-то и другой вариант какой-то лодку там отправят ну не знаю ну блин напиши может они что-то придумают я не то вместо жить окей не видела вы послали свою сову туда далее по каналу там пробовать можно проплыть лучше бы не пытаться однако скажем может ли там проплыть лодочка но там места не так чтобы много она если из нее не высовываться лежать на не тут вопрос к мастеру типа я обычно но если бы у вас бы просто плод может быть но борты у лодки обычно будут задевать нет на будут задевать это не страшно как бы но если они будут задевать то в какой-то момент застряните все второй момент что типа в ту сторону оттуда река идет то есть вам придется против течения как-то путь а то оттуда еще и против течения окей хорошо а по течению вы не смотрели куда идет река нет но можем это сделать сейчас дождите но у нас же есть а раз и и он умеет плавать уже мы же далеко находится на плот собрать вверх по течению на именно выход как далеко мастер выход где-то футов и тут она так далеко летала сова в этом минут 10 разбирались по-моему 2000 футов не так далеко это все там 300 метров а сколько не ну а раз это сможет я просто как бы вариант такой что мы сделаем какой-то все-таки плод можем взять и нас единственно мост сгорел 2 2 2 моста сгорела да а тут нету каких-то тележек там маленькие тележки есть для мудро так он не знаете как игрушечные машинки для вас такими играли в детстве возможно можно и уточню какого рода существо может пролезть там маленькая 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 смол нет ну смотри а если такой вариант араса превращается в крокодила и плывет допустим или кого-то дельфина а кто-то на него сверху сидит кто-то на нем сверху сидит мне это уже будет немаленькая но смысле лежит лежа там на нем не знаю я думаю немножко другом я думаю возможно а расы смог бы превратиться в детеныша паука огромного паука который гипотетически могу быть маленьким в таком случае в таком случае у него статы будут обычного паука блин то есть 10 футов за раунд нет детенышку нет огромного паука должен быть типа не не тайне камон макс ну типа я не знаю там типа чё там смол размер она обычно типа на 10 футов полгода знающие проверим ну типа проверить потом общайтесь ну а расы может вообще сам туда слетать превратится на 40 окей то давайте при если он этого места не знает блин ну мы можем подождать пока раз со своей текущей форме разгребет за волнует да не мы можем подождать допустим даже до завтра он же нам сказал этот оданим что завтра ну как бы не сегодня он может а завтра сможете она не муж нам дорогу надо завтра проверять а что это от вас не зависит никак да не зависит я совета советчик как нам сюда выбраться ты советчик советник посоветуй нам как отсюда могу применить отлично вам где-то эти знакомые есть их попросить может они могу да но мы не можем их попросить почему но слетает сейчас я пишу отставить я пишу я знаю гигантский вас можно написать пишет на гигантском конечно напишет я зашли запишу помогите вы вы застряли к какой-то пещере пещере пещера много трупов много живых трупов и вы не можем выбраться у нас 5 нас пятеро и сфера великий анонимус анонимус аноним анонимус сфера скобка я это не указываю и и я такой вы вы знакомы с сибирским хаки или как это хаски хаски хаки я я пишу сибирским хаки 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 вот я такой если сама это очень важное послание найдите их собак я за чтобы сейчас отдохнуть короче короткий отдых я не против перекусить то перекусить у нас есть чё пожрать собой тоже тоже восстановит свои силы прекращая эксплуатировать раз он нам выдает туннель за пару часов и нам вырытаны вы останавливаетесь на долгий отдых именно коротко вы потому что не могли надолго это короткий это два часа прошло стоит сих пор как вы проснулись нет но мы могли просто сесть ничего не делать спустя какое-то время минут 20 допустим возвращать сова и там короче типа надпись идем и типа собачья печать такая стоит типа лапа идем так это значит что они идут блин а ужас проходит короткий отдых вас действие там что-нибудь изменяется на том берегу а мне не видно если что раз это набор его цветит типа ну мы я думаю мы слышим их так или иначе кто не стоит на месте и жить эти там да те же такой интересно почему как они могут слушайте анонимус а вот эти миха механические фигувины они умели управлять вот ниже чем делали таких без понятия может на огородах чтоб или как вы там говорили может часовые маги ты умели советую вам если делаете сового мага не давать ему воскрешать мертвым а то что а то неправильно пойму да я просто советую вы чё а расскажите о себе как нынче жить-то весело из-за торта то весело из-за торта начнем с того что все гиганты померли мысли ну это как по крайней мере те которые жили в этом городе судя по всему погодите если погибли все великаны то я нынче великий аноним анонимус главный тут нет и наш советник ну я уж советников главный тут если ты будешь главное если ты будешь сильно главный мы можем тебя положить обратно в коробку оставить и пойти дальше все хорошо я совет договорились просто там позиция хорошая ответственная но чё-то одинок это ты на время бьется поисковых зукс определите что за предмет такой необычный а а а а а старт дай дай его зачащий поглажу я дает такой сожмусь и начинаю пить какую-то песенку вот и спустя какое-то время ты понимаешь что это ударостойкое стекло и все по крайней мере если мы его уродим он не разобьется или не должен это ударостойкое стекло ребята проверять я конечно это не буду а если детект magic да ты набрать сконцентрируется и посмотрит на эту не концентрируйте смотришь и понимаешь что школа магии не исходит наверное по той причине что это удара стойкое стекло не факт мы попробуем вспомнить попомни про какого-нибудь анонимуса анонимуса я слышал где-то какой-нибудь не не про тех которые я случайно неправильно услышал не ты никогда не слышал об анонимусах анонимных только об анонистах таких вот шариках с головами хорошо я то я могу попытаться тоже вспомнить о просто существовало которые живут в форме дымки я бы так сказал ну по крайней мере точно есть снежинь который живет форме дымки некоторые воздушные элементарии живут форме дымки а так по сути газообразная форма редко но бывает окей и в какой-то момент на севере от вас обваливается стена появляется два пса нет даже три мертвых пса нет живых это я писал я писал да бульдог один из них такой смотрит на толпу зомби и кучу мертвых зомби такой брутал да мы старались просто не стали продолжать потому что понятно было что как-то это без особого эффекта ну мост сломался неудобно продолжать что вы тут делаете то и звук чё тут забыл ты же вроде таверн сидел мы короче шли шли смотри я в таверне посидел смотрю ребята такие говорят мы собираемся не в центр города я такой я не против прогуляться говорят там щеки за магазинчики остались может а что-то куплю в общем я иду с ними мы идем 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 там какой-то сидит хаки я такой здорово парень как дела вот такой то нормально сидим отдыхаем и такой ну ладно вода вниз там надо и такие берем прыгаем вот такой там еще то лестница идиоты но мы такие ну да ладно пошли идем 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 там один такой часовой второй такой часовой а мы идем и потом впереди нас такую выпрыгивает из-за ума такой оба как будто нас так и ждал как жахнул и мы упали в общем попали свою ловушку зря но надо сразу типа пытаться либо его убить либо куда-то подальше сбежать вы что они вон подготовили вам ловушку может новый подготовить сейчас сложно с каждым разом все опаснее становится ну давайте типа да вот сюда в туннель за нами уже тут нормальные можешь пощупать я даже тепленький нет я имею ввиду про твоих друзей из укс чет я их не помню но вроде бы они нормально сказали мы такие сякие хотим чтобы эти часовые солдаты не ходили они же и не жить тоже я такой нормально я с вами ты не видишь зачем ты прокопался бульдожка я ничем они такие показывают на и ну и он махает руками и земля куда-то уходит ох и тенели не обвалился но ты даешь ну ладно вот такими судьбами скажите ребята мы как обычно изучаем но как ты можешь знать нас быстро замечают ну да ты не маленький да нет есть у нас одна теория магическая они поставили какой-то детектор на наш рот потому что куда бы мы как бы не пытались добраться они всегда знают где мы и постоянно мы нарваемся на толпу часовых солдат она вас они решили видимо всех мертвецов согнать как они это сделали сложно предположить ну это хорошо мужа мы можем вот я на и на покажу это болит потолок что и всех мертвецов сразу за 1 мух и все и ну такой молчаливо кивает бульдог посмеется и вместе с хаунд огонь по моему удаляется туннель арину остается это значит уже частично проблемам будет решена они же ниоткуда не возьмут больше этих зомби что если они придут за этими костями поднимут их городе их не будет отлично а вот эта штука вам незнакомая тыкаю на вот это она не гонщика подходит и посмотрит на него не первые вижу секундочку мадам не надо мы ж только познакомились важно важный нюанс мы недалеко еще ушли но вы мне не заявляли что далеко ушли нет тогда я хочу убежать назад я такой хлопаю и по боку я вернусь и я бегу за шкатулкой ты нашу ходишь шкатулку вот я беру под под бок и также быстро возвращаюсь ко всем вы забыли вот я я решил что она нам пригодится если он вдруг решится много говорить мы сможем его обратно спрятать ну нет так нет а вы знаете где находится как эта фигня про сфера как она называлась магнитосфера или что-то не то сфера до в главной башни она мы как оттуда и пытаемся попасть но безуспешно с армию конечно сразиться не можем да и ловушка не на наверно подготовит опасно все это а библиотека где библиотека мы ее не видели давно была жемчужины практически в центре находилась может дед под завалами полагать центре там же где здание магнитосферы вы просто не или того величества которое раньше был было города наши находились не на одном летающем острове а на вашем их количестве и библиотека находилась не там же где находилась центральная башня на разных островах они были не видели мы видели у нас сведения были в которых было это было это все а я кстати сейчас давай пока мы идем я ему обрисую вот тот остров на который мы попадали я была гигантская лестница какие-то означали несколько строений непонятных потом обходная была лестница с этими со свечкой назывался не колумбия случайно нет про то что зал и там такие были где музыка играла ну так и начинался и в общем я ему рассказываю там где мы побывали в видение пока очень похоже на все таки наш город на колеус вы были на острове искусств но и мы там вот видели кого-то кто представился нам как филимон знаменитые никогда не видел так а какая тут называется до город калиус говорю он же сказал на нашим это он и есть узнать мы вообще попали туда куда надо может нам нужно просто найти этот зал где ну такой же как вы мы видели в видении наверное но как я вам уже говорила вы находитесь на административном острове куда попали острова знаний и искусства я к сожалению не знаю но они где-то тоже под землей здесь давали я же говорю мы мы там не были мосты все разрушены все под завалами солнечного света давно не видели а почему вот этот вот она не может говорить он вас не знает вы же вроде как были с гигантами давным-давно конечно странные вопросы задаете мы тоже не знаем кто может он вам врет и потому что врешь я вот вас не помню а сколько блин гигантском же линии анонимус каком году тебя засунули в эту коробку как же в далеком тринадцатом году меня не засунули а назначили на это на это место в третьей эре вам это говорит ну я лично родилась в 13 а понятно вот этот этот просидел что анонимус ты хоть раз нам солгал ясно ясно китерястый советчик открывает свой журнал где она все записывает и типа ставит какие-то пометки около своих пометок мастер я спрашиваю у этой сферы типа ты действительно был знаком с гигантами и являешься являлся их советников да что он врет да но не полностью но врет я говорю что мама чувствую правду говорит в этом его утверждение есть доля правды не был советником никаким а скорее всего был наверное шутом может быть да тоже так думаю я подсоветника был я был лучшим советчиком парнем которого звали куда угодно каждый любил побывать моей компании только друзей у меня было типичное описание шута она пришла не будет не будем обижать но ты можешь все-таки расскажешь нам где ты работал без там я был она чтобы чекам он сделал ему не простили то что он сделал а шутом прощается скажет что там все прощает так получше чем засунули тебя в коробку видимо за что-то все-таки что ты сделал нехорошие назначили меня на новое место я варю жевал кашу ты мог делать в запертой коробке в чем суть назначение чтоб не не украли наверное ходить то я сам не могу такая чтоб тебе не украли допустим окей тебя спрятали но что ты там делал тебя же назначили что как же просто сидел там и меня назначили занимать самое главное место чтобы люди просто приходили слышали мой голос мне сказали говори постоянно вот и воодушевляли сеть мы уходили мастеру до этого рассказ он звучит правдоподобно я такой слушать покиваю головой давай давай расскажу а про третий век в ретер это ты может приврал все-таки нет ветер а как сейчас помню а что там был вот сейчас помню стало я как-то поутру вот а утром нужно пить кофе вот скажу такой и пью зеленый чай как ты встал и есть и ты шарик и не перебивай меня вот хорошая эра тогда была жена мне еще тогда было красиво так звали красивая ну в общем понятно приблизительно что это я считаю что раз с нами до конца честь надо вы со мной до конца теснуть его да а проверить не получается я предлагаю либо сбить сферу либо засунуть ее обратно в ящик и выкинуть куда-нибудь подальше мне жалко ящик честно говоря давай так просто выкинула ладно пускай идет с нами чё правильно правильно говорит а если ты будешь нам продолжать врать где-то определенно свои либо не знал этих великанов либо ты не советник ведь нигде ваш советник советую вам взять меня с собой у тебя на это не назначить я сам себя назначил в тот момент я был самый главный ты же даже не гиганты потом мы хотя бы ходить можем бьешь по-больному бьешь слушай как конец отсюда со своими со своим вратьем да в чем я вам соврал я вам даже помогаю узнали вы баб магнит о сфере без меня нет мы не знали и блуждали бы тут пришлось бы вам поселиться кстати гнома бы с мастер эльфийка родились бы дети маленькие некрасивые мастер что я вспоминаю его рассказ про магнит о сферу ритуал и все остальное это было правдой но сложность больше сложность гораздо больше так что на то есть не хватает по памяти смысле 19 не хватает и думай что правда да ты думаешь что правда звучало как правду а вы я уже пить буду обращаюсь и не видели вот этих как как он там названы джезл контроля контроля сами ищем город проверяем вы пробег магнитосфера что знаете вот это уже спрашивали магнитосфера жезл контроля либо там либо в одном из зданий вот действительно ищем и ну магию чувствовать умеет вот через него пытаемся ну так может давайте мы все вместе попробуем вместе все больше шанс это вы можете отправиться главную башню если это правда что они каким-то образом нас замечает может вас-то и не заметят одного тазукса мы отправить боялись а вас тут вот как много и какой-то аноним анонимус с вами так звук сжимали киево никто не заметил но убили бы его быстро но да 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 и поиск рамой но он такой типа большой своей рукой хлопает тебе полу по спине да 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 я весь дергаюсь от них похлопывать вопрос еще вы же сталкивались вот этими железяками я ему описываю тех которые вы видели может что-нибудь расскажете про них что как чё от них ждать вот видишь мою левую руку вижу встретился с этим мы его боксер назовем увернулся твои половые как ударил я по руке шаш сломал и булавой у него вроде нет так я булавой махал собаки было тот вернулся тот увернулся и как и по руке больно было мы по возможности все такие отступили но таких немного да да вроде он единственный я еще типа услышите что-то большое летящее прячьтесь а что это такое часовой дракон здесь и часовой дракон есть можно начними правильно поняла они не преследовали на ней зачищали больше было похоже как мы преодолели пару зданий они ушли я даже знаю от кого мужа пиздюрем с боксера для дракона дракончик подышит и мы все сдохнем за раз так что нормально ладно тебе если мы залезем здание это может дракончик просто обрушить на здание но это кстати очень странно чтобы гиганты сделали какого-то часового в виде дракона которых интернет них а чем-то этот дракон дышит там мы уходили встречаться с таким не хочется мы это с маленькими то ели справляемся временами большим то с маленькими драконами с маленькими солдатами большое количество мадронов опасно а этот он же гигантский реально ну пойдемте блин тогда да мы пойдем до главной башни вы нам дорогу покажите но сейчас мы выйдем наверх там наш лагерь и покажем куда там сзади не бомбанула за вами постепенно идет и ну такой обрушивает потолок за собой туман я хочу поговорить с кончей которая лучник и спросить если у нее немного стрелы может быть какой-то лук лучше чем мой ну как бы я сама пользуюсь а какой тем нужен лучше чем твой я нормально лук вроде но может у тебя есть еще лучше или ты знаете достать еще лучше хорошо что ты за него хочешь что у тебя есть более хороший лук тоже сойдет я такой родная достаю прилавок начинаю выгружать морфийские монеты кожаный пенал с договором я короче сделаю просто лучше да ей как раз нужно что-то муку продавать да чертеж осадной катапульты нет 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 пароль третий черепашка военцем например посмотрел ты тоже такая посмотрит на прилавок какие убеждения да еще немножко денежек а вот эту штуку она выделить неплохо она хочет помочь ему если это возможно убеждение это что у нас и переговоры на персуешь макс 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 транзакцию и типа говорят что они довольно неплохо выглядят ладно перекидайте без преимущества я буду кидать без дизады вы на она мотает нет все что вам нужно либо стоит каких-то денег либо не нужно в наши суровые времена хорошо но может знаешь место где я могу достать лук кто-нибудь хороший так тебе с чоу-чоу у нас было договориться это который это он нас снабжает и чхуахуа они там что-то постоянно делают ну хорошо можешь мне хотя бы десятку стрел поделиться это у меня маловато осталось ну вот она такая смотрит и берет небольшое зеркальце в расписной ранее и даете калкал чан стрел еще типа выкладывает пять стрел магический опять магических стрел или все 25 магические 5 вообще стрелы берут этих железяка магические берут не магические нет магические что-то дают какой-то плюс или просто то что они магическим они есть уроны без бонус куру сейчас я говорю спасибо большое это это очень поможет сами понимаете мне самой нужны я магические вот не умею конечно спасибо этого я думаю хватит а вот типа адамантинов это стрелы бог то есть там наконечники стрел такого же цвета как и шкатулка я кольчуга у тебя тоже адаматин да и как кольчуга точно я забыл что надо мотину я просто пишу как magic ну я не помню что адаматин оружие дает но она то ли наносит двойной урон конструктом то лечит подобно запишу думаю что они конструктами являются окно а куда нам идти так как куда день главный золото в дорогу покажите ну да ты чё второй раз то спрашиваешь так пока столько всего выкладывали я сам забыл что у нас только там уже до вас до и но добрался и такой типа топая правой своей лапой вот и в какой-то момент вы выбираете снаружи там в облом как одну из башен разложена небольшая такая палатка и внизу под ней вырота яма в которую видимо разводит костер потому что там певел есть и за вами делся обваливают проход а где вы тут прочитесь от дракона еще он сверху пролетит разрушенная башня часть потолка есть части есть я думал на совсем вот в одну из щелей этой разрушенной башни вам указывают на башню которую вы до этого увидели большую торчащую практически не обрушен вам туда а как насколько далеко она видно почему они лично так наверное добираться ну допустим минут сорок она это еще начало божески да ну таком нормальном темпе прямая дорога или надо будет петлять между петлять надо будет но во время по прямой ты высчитаешь естественно а ну тут же получается нету никакого смена времен день дня и ночи то есть всегда на кого светит то есть частично что-то подсвечивается кристаллами которые по всюду находится мне но о чем мы бы отдохнули наверное не знаю если мы вам как-то можем помочь за то что ну как бы отплатить за то что скажите прав мы просто все равно на самом деле для нас самое главное награда избавиться всего всего этого бреда но так как вы наших мертвых собрать и в пачку положили то сочтемся ну в общем мы все равно планировали вот этих помочь с этими железяками так что мы наверно продолжим двигаться дальше отдохнуть мы уже отдохнули пока ждали вас но в этом осторожней а есть какие-то эти может быть они ходят по какому-то расписанию там эти железяки или летает дракон еще всегда для неожиданно не по расписанию к сожалению черт ну ладно давайте тогда пойдем дальше или кто-то что-то хотел еще отдохнуть посидеть вопрос какие-то можете показать не лапу ваш но это себе да ты чё зажала на уже давно его не трогай нормально будет ну типа срослась неправильно лапать неправильно сослась и это уже не исправишь никакого типа снова правило ломать и снова будет заживать в гипсе только так смотрите вам бы она все равно кость свислась вот здесь и здесь неправильно вам бы сходить к кому-то мозг то чоу-чоу занимается этим делом все и что может он поможет ничего и сколько она еще зарастать будет ну все лучше чем она у нас вас в один прекрасный момент долгить нам этих тридцать как на так всякие ходящих как хотите моем свете срастется по что да лучше вам этой другой для более ну там не забыловой махать другой а это что-нибудь попроще это булава двуручная и если я в одной руке держу во второй значит щит а щитом лучше наверное все таки удара не выдерживать а то еще сломается действительно ну ладно вам видней ну в общем я сделал чувак да ты чё более не чувствую настоящие войны бруталы касса мужик да даже если у меня пол тела останется еще с собой парочку заберу кентавра пёса мужик тем более кентавра пёса мужик пошли дальше ну счастливо вам оставаться а такой последний вопрос перед тем как мы пойдем этот же за точно можно найти поиском магии но вблизи до магия от него исходит хорошо спасибо если его конечно за металлом не спрятали я в курсе главное что он магию излучает металлом не спрятали чё-то мне прям подумалось что он внутри этого боксера дракона бери больше дракона-боксеры смерть его в яйца ну что мы идем в правом или в левом может давайте сейчас не знаю 5 минут перерыв я не знаю сколько мы еще продолжать ну полтора часа еще можем может больше давайте туда небольшой перерывчик да давайте перерывчик небольшой мне кажется адамантинового оружия не существует и тебе придется прописать его сточные свойства я не могу найти в раз на нигде адамантинового оружия не существует да ты прав а он существует только как ахомбрио просто на этих парнях написано что оружие короче обычное не адамантиновое им оружие сделано из окей я просто подумал что может адамантиновое что-то делать короче оно состоит из адамантина поэтому она типа команда магическая вот сойдет он то есть она не зачарована он просто сделано из хорошего металла просто вам было вообще есть есть одна мысль а можем идти без остановки с обнаружения магии типа это там утренит поход типа в два раза нет 24 на 7 но ты свое основное действие периодически не тратишь на ускорение типа да не понял он друг у них там типа черта есть бесплатно но я просто не помню я я я просто думаю о ритуалах ритуалах я же говорю это в два раза удлиняет да даже больше чем в два раза нет и по 10 минут я накладываю 10 минут он действует типа ровно в два раза он все что иду он она 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 он и и например Продолжение следует... 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 как этот ну короче эльфийский плач то есть он притворился к камню я очень сильно притворялся я большим забейте забейте все вы идете мимо не всех и через час и 20 минут не замечая магии кроме того то что это магнитные солдаты добирайтесь до главной башни это гигантская башня предположительно с диаметром в несколько сотен футов ну и такая же надо и гигантская несколько сотен футов ладно диаметром в 1000 футов сойдет давайте гигант 50 миль радиуса гиганты должны были ходить нужно чтобы типа лестница была шириной на там футов по боку вот и то есть я примерно из этого расчета вам назвал короче пару сотен давайте 5 диаметр 500 все и диаметр да хорошо хорошо что вы делаете ну а что как она выглядит где вход что это важнее без окон такая типа труба идущая от земли до потолка в которой есть трещины она частично сломана где-то посередине из-за этого кальпизанская башня наклонена и уйдете в трещину а мысли входа нету чтобы правильно понимали как-нибудь это зарисуем как рисовать может может пустую карту открытие на будет чисто до этих мари убери которые верхние зачем они нам не знаю свои солдаты и боксер и хочу с ними встретимся в смысле чтоб я не дам вам оптимуса прайма вот эту черную херню унес это нею это я делаю стая карта и вот беру рисую короче земля насосредоточься пути пухом вот башня наверх торчало где-то вот так вот сломалась вот и дальше обломок он как-то из воздуха воздуха я сказал дорисую уже торчит как-то вот так грубо говоря и мы с какой-то то есть по сути если вы хотите внутрь и попасть вам башню надо немного обойти и найти вот этот вот проход давай мы ее будем обходить а этого не видно блин боксера и не вроде ниши не видно а часовые солдаты обычные ходили а не те которых вы видели с секирами то есть эти с мечами и щитами окей я еще хочу еще раз осмотреться и вдруг у где-то там стоит заказа за облом но это башни далеке ты видишь что-то гигантское летающие в другом краю этого города видимо нам туда не надо я такой там там летающий дракон боксер нам и туда я смотрю летающую штуку макс что это ты смотришь я хлопаю зубца по плечу такой типа дачи ты обманываешь там нет ничего ладно возможно придется но туда мы не пойдем пошли пашки пашки я поглядываю назад так нервно видишь ее мы же приличные люди мы должны постучать перед тем зайти и вампир что у нас не приглашали но у нас же есть пропуск какой вот этот который в коробке коробки и полагаю куда бы нам не стоило показывать этот пропуск ход обычно находится там она показать наверх мы здесь то ничего страшного мы скажем что мы искали вход за путь я уже давно смотрю на эту башню и понимаю что если вы хотите попасть на ее вверх вам нужно идти вниз а нам нужно разве на ее вверх магнитосфера обычно наверху то есть на вниз отлично ну так значит нам тем более залезать никуда не надо нам надо просто ну то есть тем проще это башня похоже на башню с магнитосферы такой смотрит направо налево да вроде похоже советую вам зайти в нее он врет настя кидай знаешь в принципе он не врет но он не уверен своем ответе и договаривает да не не то что не договаривает это короче типа должно быть так как будто говорит то есть они верят сто процентов своих слов я смотрю на дача вы такой типа то есть ты не уверен что надо слышали она взял чихуаху азда смысле чего это взял с того что ты пизду ну вот почему ты нам уже не разурал ты сам человеком притворяешься вот у тебя перчатки от и код перчатки снимаю одну показываю вот лапки мои это перчатки он такой типа чуть-чуть что-то произносит у тебя мало иллюзия на руках появляется снова руки видишь в мире макс все заклинания произносимы известны сразу я говорю что типа ну клево ты мол ты умеешь делать фокус давайте-ка мы все-таки зайдем куда-нибудь мы стоим сейчас перед этой башней как хотите да да пошлите советую вам зайти внутрь придем осмотримся и тому же режим кстати раз мы заходим не через центральный ход значит ну через тот который вот там я показываю наверх значит мы наверное кучу ловушек сможем таким образом обойти лично я предположу что большую часть вот давайте заходить эту трещина там что тут как на суде что пока меня можно подняться даже по обоймалась пойдем начинайте обходить эту башню до сих пор прячась часть стены и находите место в котором до трещина меньше всего и туда проделана металлическая дорога или видно как периодически мадроны и что-то туда тачат какие-то металлические детали и они как муравьи такие знаете вот как который муравейник что-то тачат их много и постоянно нету перерыва что-то там раз мы постоянно вот собака ну а какой-то другой проход туда есть простой нет можете забраться наверх и через стенку перемахнуть ну мне кажется что так лучше потому что помните говорили что и сема дронов много высокая ли стенка но там вот где переход там она высоту по 10 футов а дальше чем бы типа чем дальше от этой трещины то больше 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 но я бы смог перелесить 30 футов давайте кто-нибудь один залезет а закрепит веревку и все остальные спокойно поднимутся как ты парила воздухе а ты так летать не убьешь вверх могу кого-то поднять я ты можешь просто ты можешь подняться наверх и веревку закрепить пока сюда не прилетел какой-нибудь дракон боксер и прочие всякие дракона боксер боксеру дракон ходим полагает в таком случае до места где-нибудь где 55 футов от земли до края стены после чего-то набрёт просто подлетает туда и ищет место где где что я просто типа не знаю там в таком здании что будет такого чем можно привязать это не бетонное здание в нюшторе нет ну приведи например что ты ищешь гипотетически говоря если это здание не бетонная она значит сложность скреплены с друг с другом скорее всего цементом и чем-то похожим цена пусть там я ищу один из кирпичей который просто идет грубо говоря сверху ты находишь привязываешь полушек ломалась то неровно это обязательно торчит да она там типа делает петлю и сбрасывает на серёк давай полезли чак атлетики пернать от так в этом случае атлетика если я в тяжелый мне помеха или нет только на стол да вы все залезли и подождите на обращение да вы наверху что видно внутри башня внутри башни внутри башни не видно лестницу ведущую вниз и но с вашей стороны и как было какое-то полое место ну скажем так внутри башни еще как будто одна башня вот и вверх ее как будто бы за называли то есть вы не видите что там должно быть видимо это был один из этажей который зовут а так вы видите лестницу идущий вниз который дешевле чума слышно как ну слышно слышно топа ним а дронов а позже видно как они идут через правом стене но вы не там находитесь так что если туда немного пройдет посмотреть ну вот туда подходить ну я бы хотела подойти посмотреть как они там делают как они там ходят внутри башни спустившись по этой лестнице вниз вы видите как они подходят к центральной башне и там сделано что-то вроде не совсем трубы но именно пробурено спуск вниз и проведена металлическая веревка они подходе к ней цепляются и спускаются по ней также и в обратную сторону вторая веревка по которой уже поднимаются если что веревка двигается или просто возвращаются не загружены уходят туда загружен а в этот самую лестница дальше идет до лестница дальше идет нафиг я съехать по веревке с модроном не хочу рядом мало ли что ему голову сбредет пойдемте по старинке по лестнице лестница тем более широкая здоровая но все равно вот эту вот в процессею надо преодолеть как мы что я перелеким что ли я я посмотрел эти небы и перепрыгнем не знаю а у этих матронов есть оружие нет можем просто полететь да ну вы можете просто пройти мимо наверно не вот они поперек всего до всей дороги идут надо как-то их они еще могут просто шум поднять да не знаю какие у них сенсор слушая анонимус они как ориентируются эти а дроны они нас как могут заметить кто там даже и муж анонимус анонимус были но у них глаз большой в центре смотрят им они как у них есть функция типа там алярм рисунок но лук есть кто дышит микрофон слух есть поднять шум могут а лишь созданное чтобы исполнять приказы которые мы отдают так что или поэтому очень прерывайте процесс а мы можем сделать так как мы делали раньше если а раз превратится в паука и мы просто по стенке пройдем мимо них но по верхней части стенки в данном случае верхней которая на самом деле в прошлый раз то очень плохо закончилось но мы сейчас посмотрим на потолок нету там какой-нибудь херней сигнализирующий маленькой нету давайте так и сделаем а те тема дроны которые возвращаются без без груза на подлог пользу невидимости да на потолке не зачем прятаться нет ну да нету там ступеньки сверху но до ступеньки не спрячешь нормально на заметят скорее всего смысле а чё они смотрят наверх эти модероны ну знаете ли они вертят головами или что-то как они вообще куда они смотрят видно же куда-то повсюду смотрят но у скоп 3 60 вы все смотрим во все стороны это время какие будут ваши предложения иллюзия возможно помочь но я думаю потолок вот туда потолка как между входом мы железной дорогой и потолком фото 45 узнать узнать бы как они отреагируют вещь вроде люди или полкова но я бы мог их немного шумом отвлечь это то же самое что мои бы зашумели какая-то не главное что они поднимут тревогу и сюда придет видеть максимум черный черноты другое дело видеть живое ищущее существо они же программируемые или значит на черную квадратика не наверно никак не отреагирует но это моё предположение мало ли еще там черный квадратика ну что за кусок угля мое предположение нашуметь в другом месте чтобы если что-то они все отвлеклись там это шорох и все их дофига я думаю что они все не будут отвлекаться но стоит попробовать вариант иллюзии мне нравится больше но при этом всем даже если мы имеем и иллюзии черный квадратик мы должны все поместиться и как-то пройти не зацепив этих нет заместиться будет просто она довольно обширно это сфера церковь мы она будет двигаться вместе с вами в данном случае вместе с раз и тем кто грубо говоря и тем кого он возьмется бы давайте попробуем на ком-нибудь вон туман любит держаться паука что мы будем делать случились они поднимут не знаю бежать наверно куда-нибудь вниз может даже и вниз но там их может быть больше скорее всего там больше но они поднимаются и вылезают залезают вылезают так что там может их вообще немного быть но туда куда они несут эти вещи могут быть другие кто эти вещи спать а что вообще они несут вот давайте понаблюдаем там пару-тройку минут что они несут из это можно поэтому что они туда несут понять что они хотят там сделать металл несут материалы всякие разные кристаллы хотят сделать часового солдата и за все это ну допустим мы можем давайте здесь может посидим не знаю полчаса или час и за все это время из этого может кроме мадронов кто-то еще вылезет или залезет туда вы ждете полчаса заявки не слышу типа можно посидеть полчаса сидим смотрим типа вдруг кто-то кроме мадронов здесь будет проходить или обратно и и так ждете и вы ждете полчаса и я делаю бросок чтобы понять дождетесь ли вы чего нибудь двенадцать по этой же линии выезжает часовой солдат и выходит на улицу а по нему видно он типа новенький или ну допустим инвестигейшнки полированный там я не знаю ну да да звук понимать что новенький а куда на джиму полировать вот выходит на улицу и куда-то дальше удаляйтесь удаляется уже не прямо в ходу ну нет нижнего мужа некоторые кто-нибудь из нас кто полаг чей например туман может сидеть частично на стене и смотреть куда он дальше двигается я откуда я не слышал я вначале слышал заявку что вы дожидаетесь все типа число сала значит и сейчас запрыгиваешь наверх и пытаешься посмотреть куда он выходит так он лезет по той веревке которая там все еще есть только на одну сторону этой самой лестнице так стопы то есть ты не притагаешь по веревке который сейчас катаются мадроны за другой веревки по нашей ну да делают приспускаюсь по веревке смотрите куда там ну чё да ты смотришь и видишь что он удаляется дальше куда просто прямо ну я запоминаю направление куда он идет и все но это не с той стороны снова да залезаю обратно ты залез обратно я горю ушел вон туда вот давайте чё тьму и через тьму давайте попробуем хотя бы хотя бы теперь что они тут делают в таком случае а раз и становится пауком и частично его дреды либо массивный стиль там бусинок прочего остаются на форме паука на одну из которых это на брейка стоит заклинание то есть она сфера говорит могу залезть и на паука туман ты поешь пирам я залезаю на паука как обычно отлично как и короче ты на брейка стоит заклинание тьма тьма на бусинку и сидит концентрируется на нем в то время как араса вместе с туманом по потолку топает на ту сторону для вы таким образом преодолеваете процессию ходячих мадронов с металла окей тогда получается раз оставляет тумана с той стороны где-то за углом полагаю нужно спускать там же на винтовая лестница да и вращается за всеми остальными я пожалуй аккуратненько выигранную осмотрюсь вверх вниз во все стороны что что-то происходит что тут есть есть но пока остальные переезжают здесь есть только полуразрушенный проход вниз на самом деле или ты где ну я заглядываю ну это же винтовая лестница нет вверх и закрепил вверх там вверху разлом вверху разлом внизу я же говорю там башни внутренние пола там еще одна башня получается которые тоже и они наполовину разрушен то есть есть ты так заглянешь ничего не увидишь короче я стою на мне нам нет полости поки я стою на шутере смотрю как наши переправляют шо а ты не будешь переправить я уже окей вы переправились начинаем вы начинаете спуск вниз вы идете все ниже 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 и в какой-то момент те у кого пассивная перцепшена больше 15 начинаете замечать что вокруг вас как будто какой-то зольный туман что и начинает кружиться постепенно какой-то туман такой темный и как будто там вот эти вот искры золы летят и так далее можно понять что это все может послужить эффектом я больше 15 спасибо ну 16 у меня знака на чек нет астана впереди что то есть магического происхождения кажется мы уже приближаемся да это давай давай ради прикола это сделаю я а у тебя сейчас меньше наверно с этим минус 5 же нет чего вы тут дословно написано 10 2 наш на обидите чек а это пассивные так что я подожди это пассивный ability чек то есть минус 5 вот так почему там этого блять не прописано прочитай потом правила я сейчас собираюсь разбираться еще и богу это опять спору на полчаса вперед мы потихо ты на бре хотелось это сделать да я чую магию ты чуешь магию ты понимаешь что это магия школы да магия есть и эта школа я забыл короче ты не понимаешь q хорошо она поворачивается в зубцы поттер это ноги в воздухе вы можете принять эффект могли бы вы пожалуйста да поделить эффект магии воздухе нет так я не могу вот с предметами я могу ты ведь мне кажется принять шмаги точно так же как и я не точнее чуешь ее дочь чуем и явно одинаково что ж ладно в каком случае нужно кому-то отправиться на разведку полагает надо да я такой я создаю собой опять можешь летать вниз посмотреть что там так если будет что-то очень опасно ты возвращаешься и скажи и пока она будет видите хочу переключиться на ее зрение ты видишь вот такое вот помещение видишь вижу да это помещение в котором вроде какая-то комната по бокам вот это вот зала она настолько сильно что там ничего не видно то есть сова если что прилетел слева мне это копать вот и посередине как что-то вроде какой-то доли чаши то ли еще что-то и по бокам вот это вот красно-объединенной линии не знаю видишь ты или нет она как будто поля светятся окей смесь ладно это посмотрела и у вернулась такой ну короче там какая-то странная комнатка с чашей окруженные кем-то полем возможно поле как раз и фонила тебе магией они мосты анонимус знаешь про это что это вообще похоже на зону испытания чего это значит но обычно красное поле рассказал про красное поле ну да да задано какое-то скажем так условия и при его совершении можно выйти из поля войти кто угодно может а выйдут только те кто сделал то есть наружка ну багаж да ничего не окружает можно спуститься ниже ну да подойдем к полю плагаю кому местечко шо смотрим в поле попадаете в какое-то помещение которое окружено вот этим за листым туманом впереди но описание уже слышали есть чаша она не из-за дома тита сделано из какого-то вроде как бронзового металла слева себя можете выставить до красной линии угу хоп-блинк а шо значит никто не может не может выйти он просто там не знаю упирается в стенку или его там убивает или еще что он убирается в стенку развеете там можно теоретически да практически на я естественно но практически вам просто придется внутрь войти внутри будет работать мои наши но в зависимости от условия понятно это может быть все фатально может просто разве имеет магический эффект мы можем попробовать только я не знаю на нас не обрушится с тех пор вы из-за этого все остальное тут вы же так секундочку я могу начну аккуратно по потрогать это поле нет потому что ей подряд и проносишь руку и касаешься его и и что не касаешься его я понял этой стороны она не ощущать даже за девушек назад и вот боишься путься за попытаемся есть другие варианты ну вариант всегда есть и можно попытаться понять что вообще нужно сделать если там сова поднимется чуть повыше и она или или тенебре там на чаше нет никаких символов там написано видно не видно отсюда надо не чашу макс что мы видим чашу так на них что-то написано да но отсюда и сложно увидеть а если сова залетит и посмотрите ну раз изо всех сил пытается увидеть раз изо всех сил пытается увидеть и не видит анонимус такой говорит но мне кажется с этой стороны поля одно из условий ты не можешь увидеть да наверное если если получится то есть я просто думаю если она сможет вы сможете смотреть через глаза я тоже так думаю хотелось бы просто терять ну ладно дело надеюсь дело того стоит если нет то вы мне должны благовония и я господин бутылка не упала и у меня в руках снова появляется моя сова я такой я обнимаю прости если что летит летит взять на чашу посмотри что-то сова пролетает сквозь чашу и смотришь что-то сквозь сквозь поле сквозь поле и люди окей я пришлось на ее зрели и у тебя это не получается получается я такой нет как сама просто оборачивается на тебя это ничего она слышит или нет там она понимает отсюда вы можете и какая-то жеста какой-нибудь чтоб она поняла что нужно сделать ну знаешь я это я такой я пытаюсь показать другой таши чтобы она подлетела ко мне то есть машу в сторону себя она летит в твою сторону и знаете как птицы вырезаются в стекло вот так же в край поля и сползает вниз урона я не буду наносить на первый раз то есть я пытаюсь так что это исчезло что тоже не получается что делать можем теперь попытаться развить делаешь дисплей magic на чем на поле она не развеивает без чека даже без чека это с какой-то супер мега артефакт но это подлянка конечно поданка если на ты на сферу антимагии будешь это делать то что ни хрена не развеется в ней написано что на ней развеется ну любое заклинание снаружи сферы не работает на ней ниже определенного круга это не подлянка просто бывает кизка такой ну ладно пойдем внутрь дисплей magic вроде как в волу форс не может разрушить мы можем попробовать кое-что другое дайте мне этот шар наш который бесполезный хочешь его бросить туда и чтобы он нам прочитал оттуда слушай бросила прямо в чашу пусть хоть что-нибудь полезное сделает давай его сюда прям прям в чашу китай а ну ты же дара прочный да не надо я вам советую меня не кидать извини но мы нам мы лучше в россии вы знаете что со своими извинениями делаете мы ты нам прочитаешь и мы придумаем как тебя что-нибудь хорошее сделаешь кто кидает я кидаю просто хотя получается силы твоим этот указание бросок ну типа так чистой силу а просто атака надо так то есть я кидаю силу просто чистой силу кидаешь да ну ты не ты владеешь бросками шаров да все владеют броска это как кирпичка я умею закидывать шары профессионально ты можешь использовать этот самый гайденс на него добавить 1 до 4 кабелете чеку это так атака когда мастер я хочу закинуть его ровно в центр чаши попадаешь он такой-то крутится и попадает внутрь чё там неплохо а сейчас проверим что он видит блин часть надписи только вижу написано команда и выбери да это на что команда выбери и я не в курсе это в каком типа в начале выбери потом команды или команда потом выбери и вы этот подпрыгивать не можешь перекатываться ты же шар поплавай дымка я не шар шары я то сексуальное лицо которую вы внутри видите ну так ты лицом покрути и все правильно говорят не смотри в одну точку ты очень умен как я посмотрю вот засунуть засунем тебя в шар вот там потом поделай лицом сразу серьезно давай работали тем деревенский сортир засуну будешь там раз я тебя советую не делать ой моя голова так что ты там покрутил видно два слова только кто-то забросил меня неправильно ни хрена не виды мастер я могу теоретически выстрелить в шар стрелой чтобы его сразу же одну или чаши нет нему вы его не есть ли такой маневр теннабре замутит себе веревка плюс типа кинжал я набросил кинжал держа веревку ты забрасываешь а нет обратно да ты 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 вытягиваешь нормально вытянуть к она существ работает скрытие может даже шарик вы тут еще да конечно а что вы делаете поговорить со мной мне одиноко думаю кому тебе продать такого бесполезного лежи пока я согласен на сексуальную леди за рамку и обязательно знатно или бренни согласится она петь не умеет рассказывает странные истории этого в твоем знатных родах обязательно должны были этому учить я дам себя в худший борделе этого материка зачем я борьба не нужен там владелица аристократа вызываться нет как-то ладно вам все ну давайте я не знаю пошли туда пошли я же говорю пошли я жалко где жалко сам я я сам не зайду только отвергаться с кем-то а я подожду пока окей давайте я знаю я знаю что просит а раз и заходит я кое-что заметил внизу и надо делать какая-то коробочка внизу какая-то коробочка мы пойдем туда вместе с коробочка коробочка я прям на ней 23 инсайда он врез нет коробочку вижу но тогда наверное что-то положить блин эту коробочку ладно пойдем если пойдем почитаем зуб пошли читать по-гигантски а я и буду за компанию чтоб он там не расстраивался что ощущение есть какое-то когда ты проходишь как будто чё ты тебя немного подзадерживает а потом выходишь потом ты пропал потом ты пропал это тебя под задерживает да и что там давай читай ты видишь она него нанимуса по краям внутри надпись выберите команду свою лидер использует камни выигравшие выйдут это какая-то игра блин гигантсов наверное а кроме еще фигурки какие-то нарисованы хорошо погоди так сити там есть что-то нарисованное там есть что-то нарисованное на стенках нет хорошо я хочу вытащить окей я хочу вытащить этого на пол туса оттуда положить его на пол и давай я подержу на пол ты пофиг чё чё за коробочка ты берешь коробочку и появляется надпись сделан если сделан выбор открой блин что значит взял анту короче я пойду стой 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 выбери команду это значит что все те кто зашел те есть команда идите сюда а то мы сейчас вдвоем будем с кем тут вывать а вдруг там шахматные фигуры когда ты там написано когда выбор сделан уже открою я там надо вначале выбери команду вы чуть выбирали еще нет нет вот это есть выбор заходите остальные с нами еще сова и шар но это не считается это фиговая какая-то я захожу ставлю сапог на шар и слегка его покатывать это сложный акроматический трюк а ты наверно можешь но мы их слышим да может вы там потом расскажете как-то нет но выберите команду блин вы же хотите быть я выбираю тебя вы же пошли с нами ради приключений ну да но это выглядит немножко опасно ну приключение и должны быть опасными это часть приключения за заходите уже и мы начнем время тянуть я уже зашел молодец ты еще может встань какой-нибудь уголочек есть отсюда к нибудь полезет чтоб не сразу тебе било она под руку а раз зайдется внутрь ну вот мы как-нибудь давайте рассредоточимся потому что если вдруг у нас фигах нет всех чтобы может кого-то не попадет но и товарищ зукс давайте окей можно мне еще раз текст озвучить чтобы я подготовился свой джипек подготовил короче я сам за вас забыл все выберите команду типа и типа выигравшие выйдут а на коробке типа откройте коробку когда выбор сделан я такой наш это я я коробку от тебя из река от отвлекаю и так медленно и и открывали ты медленно и открываешь там лежит какой-то листок и большое количество камушков первое что ты сказал большое количество и большое количество камушков беру листок разворачиваю водной рукой и сосуд начинает опускаться из пепельного тумана выходят ваши знакомые вместе с боксером у которого в руках такая пацаны читаю ситуацию коробочку держишь вдруг ты понимаешь как играть в игру реверсе если что разобраться и стать экспертом да у вас есть неделя если вы хотите мастер я подпрыгиваю насаживаюсь отлично я я повторяю его примеру на спирай пререзаве а тогда я тоже придумал я снимаю сара со свою бочку с пивом выпиваю потом я даже правил не знаю у тебя будет возможность прочитать я могу объяснить короче в зависимости от сейчас инициативу которого откидаете когда наступает вот либо звук садеба как там баре оптимус танос прайм вы куда-то кинете камушек а именно камушек должен оказаться ну допустим у вас есть что белые камушки вот камушек должен оказаться на какой-то свободной клетке так чтобы между этими камушек пропадаешь и правильно слушать вообще просто великолепно считайте в жопу александр ты меня нормально слышишь нет метод прерываешься но вы можете поставить камушек на любое свободное место которое что ограничит смотри можно поставить камушек сюда и в так и таким случаем ты перекрасить все камушки которые находятся между ним и остальными белыми камушкой обязательно должна перекраска быть и рядом нужно ставить что-то я понял да я вам говорю можем типа на сегодня закончить и типа уже в следующий раз когда вы будете готовы сами араса будет пацаны госсу и сайты сначала начнем этих чуваков просто убить и тогда будут выходить только белые они же не просто они типа против нас играют ходить вот такой вариант а понял вы же все мертвые уже придется ли играть за стоп стоп почему инициатива но ходит же все равно один человек мы же не в пятером будем к их трое а нас пятеро и мы будем ходить пять раз а не три раза в этот кто ходит но типа у кого камушки в руках то александр александр не проблема просто всех убьет и если что я не знаю что будет если мы проиграть такой технический вопрос они два раза критонули все они ходят самый первые анонимус а ты умеешь играть в эту игру идеальный вариант застали я не умею собой играть все гибрид научитесь играть вон плен ром ты помни играл вот у меня в шахматы хотя не просто на поле вперед прошли убили все я могу давали в чекахи вот это что не любил убивать всех этих тогда стороны игры не всегда под заходить я посмотрите мы можем играть 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 и если вдруг мы обнаружим что мы начали проигрывать то мы она же все равно ведется до до последней клеточки и мы тогда на предпоследней клеточке что нет она ведется до того как поле либо либо поле заполнено либо один из игроков не может сделать ход ну это все равно случится не не знаю не слишком рано кто-то не кинул инициативу а я не кидал а зачем если ходит он зукс все равно за вас это бой будет если что я поэтому попросил попросить камушек это бонусное действие или это 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 фрек слава богу заебись то есть я то есть этот вот чувак шпаст и заспавнулся около со мной у них максимально инициатива он и спустит с одного удара да тупо кайф на следующую игру можно не идти если а то есть мы еще и деремся и одновременно в камушке ок туда сейчас меня просто вот этот боксер сразу вырубает А вы, знаешь, на шипы надеваетесь и уходите. Знаешь, я такой буду стоять с этими камушками ему в лицо кидать. Ну, я чувствую, мы будем проворачивать старый добрый трюк с медведями. Макс, ну давай, порядочивай, поехали. А, ну, блин, сейчас, окей. Нет, просто у вас есть возможность прочитать правила и понять, как правильно в реверсе играть. А зачем правила, если нас в процессе будут убивать? Ну, просто вы в процессе поймете, зачем играть в реверсе. Ты просто в реверсе в жизни не играл с Максиева, он сидит с ножом. Мысли с ножом, и отрубает тебе руки каждый раз. Ну, я в ДНД так же играю. Сижу с катаной возле Александра и такой. Каждый урон по моему персонажу это удар по мастеру от меня. У меня, короче, была шильная мысль съездить в Чехию, но теперь как бы ну и вон. Ну, так что, мы продолжать или нет? Или пошли оставим Арас и пускай играет в реверсе. Да го поёвку, типа, Зукс там в перерывах что-нибудь правило почитает нормально. А что там читать правила? Ставь камушек и всё. Унфа это... Камушек только рядом со своим, по диагонали нельзя, да? Ну смотри, логически, если Макс вот эту игру уже играет, она ему дико заходит, то как бы у нас ноль шансов победить. Так что пусть. Если, короче, вот это была бы белая, то сюда можно было бы по диагонали поставить. То есть по диагонали они тоже... Не-не-не, я имею ввиду по диагонали от своих, то есть вот сюда я могу. Окей, я готов. Да, можно. Не, а можно кидать куда угодно. По сути, это даже не то, что камушек, это пульт управления, куда ты ставишь. Не, я просто думал, что нужно свой, ну, любой следующий камушек рядом со своим ставить. Нет, нет, а правило так, звучит так, что типа я должен ставить свой камушек на одну линию с каким-то другим моим камушком. И так, чтобы между моими камушками был хотя бы один камушек противника. Нет, я не уверен. Да, 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 должен быть как минимум один камушек противника. То есть, типа смотри, здесь, здесь, например, белый. То есть вот сюда я не могу поставить. Смотри, смотри, здесь получается белый, здесь черный. И я могу поставить свой белый только вот тут. То есть, по идее... Почему, вот здесь еще можешь поставить. Ну, нет, ну, типа, если мы рассмотрим эту линию, ну, блин, если пока... А диагональ тоже считается линией? Да, диагональ тоже считается. Ну, типа, оно пролистует там выше, а если я... Мой белый стоит тут, я могу вот тут только поставить. Поехали? Да, мать сам не до конца правильно отсекает. В смысле? Я сложного кампа на телефон не поглядал. Ясно, пацаны, наберем... Примеровался всю жизнь, да? Да, не того момента. Да ладно, поверьте, я сейчас думать не буду. Так, онен боксер! Мобами вас просто убьют. Зачем играть в реймеры? Так, ваше дело, да? Да. Сейчас, дайте опишите, я не раздал. Блин, какие там есть прикольные классы и расы. Пойду почитаю. Артифайсер не донавишь. Хочешь быть классом, у которого плюс три бонус к харизме? Чего? Будь ченджелингом. Ооо, кстати, да, ченджелинге, ооо. Будь ченджелингом, рогой, у которого просто все экспертизы в Persuasion, там, в Deception и вот это... Просто... Астар, к тебе подходит боксер! И... Я очень рад. Да. И прописывает прямой удар по тебе. Ну, по крайней мере, пытается. А с какого фига он еще и камушек успел бросить? А, это днем это фре-экшен. Это фре-экшен. Охренительный боксер, спасибо. Тебе пропиши! Минус эбало. Минус эбало, нет. Эээ, так. Попадает ли по тебе удар 25-20? Миша, но пошутил. Эээ, спас-пасили, пожалуйста. И спас-пасили, а еще... Спас-пасили, развалилась ли у тебя кабина или нет? Развалилась Он прописывает по тебе апперкот Который точно попадает в цель Наносит тебе 8 урона И ты сбиваешься с ног Я не слышал, что там 8 урона, 8 дроблячего урона 8 урона рулонут Ты получаешь 8 урона Сбиваешься с ног и не можешь подняться Пока в начале своего хода не прокинешь Спас-спасили Еще спас-спасили В начале своего каждого хода Ты должен прокинуть спас-спасили Чтобы подняться Чтобы подняться, а так ты и сбит с ног Он что, на меня ногу поставил? Нет Он по тебе ударил, у тебя кружится голова Причем тут Силу вставать Хочешь другой спас кидать? Может по констеростнюю голова Да Мне кажется, что следующий ранд Просто возьмет Я тебе могу сейчас сказать Как будет, Рома Смотри Он тебя просто берет Один кулак выставляет Короче А вторых тебя бьет И ты об стену бьешься И обратно Кулак об стену Кулак об стену Они заряжают пушку Кулак об стену Кулак об стену Который отстреляет в тебя сеткой Мне 24 пац Подожди У меня сетки Сука Ненавидит Как там это? Как там это? У меня аж перчатки какие-то есть Ща, подожди А, подожди «Монаха», посмотри Что она умеет Ловля стрел Ну, яfriend Ловля снарядов Это подние Ну, ловля стрел Ловля стрел Увы Снаряд Ну, окей, типа Он меня Да На тебя падает сетка который и после этого наносит по тебе атаку свои секиры ну ровно 16 значит попаданием где там а вот нашел кустик как же мне пока что он не нравится ты получаешь 5 урода следующий звук еще один солдат тебе подходят вы чё а ко мне подходят и аналогично пушка выстреливает зуксов на автора не уворачиваюсь я уворачиваюсь и после этого секира пытается прийти по лицу один спа цикл хрена по тебе так везет я просто держу камушки я я очень отчаянно нет не упаду я я сделаю во первых говорю я ему и смотри но у меня этот бонус экшен я потратил я все еще country помогу ему да было прописано ты убежище до себя принял собака я так просто тип а ну это то есть ну в принципе нормально если я сначала сначала контрип нужно уже убежище было а да да уже ладно окей без проблем подмога подмога пацаны уходим в уклонение какого совести кроме себя наверно а блин ну я раз и тоже не даю короче тенебры туман и зукс секундочку они много ли заклинаний вход да кстати второй закона и country по камням жить можно ходить если что эти камушки но они очень маленькие там лежат просто день как скажешь и я уклонение врубил хорошо экшен туман ты под сеткой выбраться что сила ловко так сейчас скажу это бросок посеют ну либо разорвать сетку по силе либо ее сломать это считается обилить чек до обилить типа сломать обилить мазали решили кинжал да я хочу развести кинжалом хорошо у меня есть короткий меч мечом откуда ты его достаешь она у меня на поясе в ножнах висит серебряный бесполезный ну а что у тебя в ножнах что-нибудь сделала 1 ты его достал хорошо вижу карнах летку помехой да ты попадаешь и наносишь 7 урона ты видишь что сетка почти разрезала но все 10 хитов ну я плюну в этого чувака типа все ход закончен да я таку и попал может что у него не замкнуло ничего я могу свободно призывать животных так смысле свобода ну да каких захочу да никаких захочешь а какие карасы видел видел ва браун медведя он раньше призывал они появляются вот здесь один здесь инициатива покажет за ники 8 а сразу шкуру призвать или все-таки медведя мне нужно два медведя больших их инициатива 6 отлично вообще повезло и еще в этот ваш не управлять сам хп-м забей так смысле почему-то кое-каке так нам чуть ниже вот это он в эту сторону их так c погодить секунду так это у нас хп 34 34 11 сохранить 2 ту руту потом собственно раз и сам снова видим звук себе камушки покидал свой ход да не дошел до него еще мой ход и начался статейки пытаясь выдумать а у криф 3 нет может камушки кидать и подходит вот сюда да заканчивать там ход сейчас погодите камушек так заканчивает там ход и получается в начале лечения потом урод начали от своего потому что камушки так работают чуваки как и настоит медведь начали лечение на 5 кп я запишу в 1 а потом а раз и получает урон на форсом 8 почему не наоборот почему сначала вначале идет сверху а потом черный по порядку но он слева направо сверху вниз блин читерство подожди то есть есть если я закину себе в задний карман белый белый шарик то слышь я тебя сейчас карман зачем я буду считать к размещенный камень работы закончил зукс так хорошо покажи камни да ты расы на задний фон ну типа наш камень пойди вот тут да наш камень вот тут окей тогда я хочу для этой шкатулки кинуть камушек вот то есть сюда сюда погоди дай под не почти тогда я подумаю типа как потому что этот камень станет белым я правильно понял да надо и он будет лечить арасы но нет там чего по с построте не сходится он по строте уже играет все пускай что что ты хочешь лечить арасы или или попытаться выиграть игру у нас две цели удержать медведей да ну поэт выиграть игру это сложно сейчас смотри следующий раз под себя камушек подложит наверх не будет и лечить от этого твоего робота который рядом с тобой степи два еще и дамажить стратегия ладно окей хорошо я тогда кидаю камушек под медведя перетащите к мастер под медведя это сюда но она типа да якобы у меня как бы все отвернуться куда ставить камушек приходи так арасы получает хил и медведь тоже медведь медведь запиши арасы 7 хитпоинт минус 1 только да и так вот основной точечный моё основное действие это так погоди я правильно понятно что у меня в одной руке шкатулка вторая рука свободно да ну тогда у меня с моей руки срывается что у меня с него срывается ну по идее у меня срываются молния в этого парня я совершать преимуществом атаку потому что весь металлический да из помехи потому что это дальнобойная так нет касание да касание да тогда ты наносишь ему 10 электрического урода если там все правильно прописано вот весь каратит и я спокойно от него отхожу и думаешь он где побежит так ну бонус одессе я не могу на что-то так удобно потратить так что да это все она смотрит с презрением типа на зубцы кто из нас типа в тяжелом доспехе потом типа закатывает глаза а обходит собственной парня она по пути и сотворяет shadow blade а третьем уровне так потом значит я отмечу во первых что мы было секунду после этого она бьет и бьет использует green flame blade давай я был не работает же это все кто хорошо прав что работала ярко сражение не не работает и тут и тут типа брать light да куда здесь притворить ну ладно поле светит еще ну ладно ваще него мазали так промазали и бонус на я использовал чтобы скастовать так что да это все медведь пара рауна так ну первый медведь они все будут бить этого парня который идти комбо мастера давай он сливок и сайт слушать а можно у него попробовать камушки отобрать 17 17 по отце должно было попасть но он уворачивается после этого прописывает по медведю атаку блядская блядь пошел в атаку и прописал на 24 пациент сколько на 4 пациент спас блядь еще и спас поселили поселили это взять получать 15 урона отлично и стоит на ногах до 2 медведь который нижний кусает его того же самого парня комбо мастер да и ты понимаешь что броня у него вначале про мялась а потом снова восстановилась а они магическое но они же заклинательные вроде бы не у них уже плотно я желательно вроде как сейчас погоди а до волны и сам и сам по себе только магическим нет он хоть сколько-нибудь удара нет я понял мне надо опять включать мою фигню я понял обе атаки попали до эффекта него окей так ну их можно можно придумать принято ну конец ходит боксер понимая что с астром что-то не так и перед ним большой медведь если он типа не пробросит убежище пастору то как он выбирает другую цель но он пытается пробросить пастору какая там сложность 15 стандарт не выбирает все-таки бить а раз ладно перед этим камушек кидаю про это я забыл так как выкинуть так камушек это нормально можете кидать камушек но давай все таки раз я а раз и получает дважды урон вначале дважды ваш то есть это не типа не имени типа два тика не 12 тика да ну заебись мне все равно не нужно это 12 и 10 урона форсов ведь запишу урон минус 22 и раз и медведь он делает чек человек за медведя медитями плюс 33 раз успех да и значит он прописывает медведю с кулака так чтобы тот упал и это 15 вроде по медведи попадает 15 пациент это это попадание 14 урона и спас по силе это большое существо у него есть был нет он уже у него как у большого существа записан сил нет у него нету ну сам медведь по себе бонусили получает на то что больше этот ведь упал 14 урона все состоит так позже солдаты туман спас барсов по силе а зачем тумана потому что рядом стоящий с ним солдат пытается его перетащить но у него его не получается и поэтому он будет бить а вот для таки за раунд чувака я типа на бонус а 15 пациент мимо не нам дать пути попасть он промахивается и так ты набрать идет какая-то крутая поэтому вы выстрел по тебе сеткой мимо дар секиры на 23 23 это по-любому попадет по тебе прилетает целых 10 урона слышен астр увидел что медведи то ничего не сделали я понимаю что надо радикальные какие-то нет применять и поехали манер достаёт достаётся всем 15 не квадраты и и видно все видно а ну уже не веришь я понял а всех своих я исключил на всякий случай я понял это все сейчас посмотрю бонус нам я смогу и чё-нибудь пуль нутину священном пламени бонусом нет до бока но священное пламя стандарт требует и отличный стандартная сейчас я подумаю что больше мне тут делать нечего бегать от него тоже как бы резюма нет могу вот так отстать поближе чтобы зацеплять всех побольше и все наверно шок рожденный в тумане или сетку сначала атака по сетке да ты распилил сетку ты освободился я встаю потом и юзаю расовую штуку с удвоением скорости наши зелёные или желтые шарики наши зелёные наши светлые короче раз действие отход два три что-нибудь происходит когда я останавливаюсь в этой клетке пока что нет я ухожу сюда ничего не происходит ну да я понял я бы я проверял при проходе через них срабатывает эффект или нет все я закончу вот араса араса сбит с ног но медведь он станет спас по силе вначале это тот самый нокаут это ужасная способность просто был был может стать это был удар такой и знаете как в роке что медведя такой отнесло ему подарки мы слышали что подарок короче поднимается и у него магический да вроде как бы на шестом магический на шестом бьет того парня который и хитрый хитрый колдунский колдун какой щуководский колдун ну как его зовут боксер так первая атака это сколько это 15 а по а вторую атаку он уворачивается и в подбородок раз бьет это 26 пациент попадания да да и снова спас по силе есть он какой он больше пяти я хочу появиться в этой клетке может появиться в этой кет спас по силе от медведя тем не менее я и сделаю потому что он еще еще был медведем время 25 спас по силе окей а раз и а раз и становится медведем избивает сколько урона и сжижается было 10 10 урона окей это 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 у нас полз ног он вставал я не знаю макс по разу у него осталось половина скорости он не может в этом раме стать скопал бы ну ведь ну конечно сейчас она это ужасно это ужасно это отвратительно а победе тарасы он так что сделал action если он сайт большим существом и вытащить он вытеснит астер нет кстати он должен стать большим существом только в свободных клетках если такое невозможно то вытеснит чем на пол за это он только на полскор так ну то есть опять погоди секунду а может заклинание так давайте узнаем так он сбивается с ног и это спас по ловкости еще блять ну это пиздец конечно не может стать это я вам скажу как есть почему рядом стоит астер тук считает 1 2 3 и встать не может чертов рэпери надо на меня ты специально считаешь медленно ты даешь ему больше времени вообще-то типа на всякий случай шалайландом полежать там пока блин что ли да руки дубинку на всякий случай такой типа чайте от мудовую рука дальше безболок утрас или посох и у него есть посох у него есть посох ну ладно все а тут конец хорошо звук с разрабатывал тактик секретная тактика земных домов вот вот такой аха он совершил а и шпку и короче вот сюда камушек у зук саяст тактика придерживается это сразу это сразу два камушка и вообще вот этот уберите а да кстати логично тактика так теперь так так что что я сделаю при я союзника буду задевать нет это 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 плохое заклинание ну блин типа звук с такой смотрит 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 туман убери сестер о хорошо собственно какие-то другие камушки подлетают воздух и они начинают парить около меня добрый день вот-вот мобой у меня не ложит и да кидай окей и я кидаю так чтобы на два камушек кидаю в этих двух чуваков так чтобы были задеты от них чё-то надо? Спасы по ловкости. А это не общий там урон или? Нет, это два разных камушка, так что два спаса от каждого. А от каждого по два надо? От каждого по два. Я бросаю два камушка. Так, только один раз преуспел боксер. То есть там пол урона на промахе нет? Там как раз и есть пол урона. Пол урона на промахе и весь при провале. Так, тут 10, а там 15. Шо, записал. Вот. Это было всё и я, короче, просто чуть-чуть. Нет, подожди. Я, я, я отойду. Вот сюда. Да, теперь до тумана может спокойно идти. Окей. Ты знаешь, брать? Ну, она типа... А, могу я за бонусное действие? А, нет. Могу я за мув, да? Эффектно, как в аниме, скинув свой белый плащ и откинуть его подальше, чтобы он случайно моей крови типа не стал более-менее. Хот! Может отлично. Это происходит. После чего она смотрит на этого парня перед собой и бьет его трипом. Контри! Повер! Вауаауууаууу! Подожди, это что за кругуток — это Greenflame,ленный маккс, с Shadow Blade. Ты понимаешь, что ему получать только огненный урон? Тихий тут не действует... Там же сказали! вы поклады 16 плюс 133 урона я думаешь его нормально 3 16 снизу еще написано за машками шик желтый и чатик делать сучи макс когда в рапиру ставим ручка является магическим оружием отлично но этот вам оргастера рубин да 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 за бонусное действие натворить заклинания что дубы пропадает из рук из ее рук и она начинает быть очень размытой это блюр блюр папой и она вытаскивает расферу так ничего не меняется так она еще может подвигаться ты не можешь коротко до действия движения так окей мисс мистер типа мистер тактик куда мне можно встать чтобы похилить все следующий будет и наших так что и понят я знаю но типа езжу наверное место где может стать хотя нет нет наверное нет такого места сейчас на кей она останется стоит на месте так медведов нету ходит боксер и получает по лицу перед гвардия на глядские уроды с психик уроном радио там то они получают мудрость мудрость про бросил сколько полурун там 8 8 ну я сейчас на люблю они вот боксер видит происходящую ситуацию и кидает камушек хотел бы сказать в тенебра не будет на выкидать и опять два перекрашиваются да он своего будет кидать оставим блюр так своего хиляет хорошо почему офигеть просто поселяла вот и чё-то ему не нравится астар нет тогда он просто типа такой снос становится и апперкот по тебе полезно не забыр сам дурак это 17 пациент не попал лично я отбил считаю что он дежавю про бихиры просто дрались по тьме раз и сделать помеха и так он ударит его дубинкой или просто свою характеристику использует да да окей тогда это плюс 3 23 попадание с помехой с помехой да почему уж не лежит разве да разве да ты типа делаешь атаки с помехой если лежишь ладно а еще одно 17 17 но уже мимо окей так тенебра пушка наводится на тебя и выстрелил тебя сеткой с дизадвантажем я в курсе сколько у них там сеток много 15 патса эээ промах вот и с дизадвантажем удар секирой 17 патса алло да слушаю атака секирой атака секирой 17 патс ага 15 17 а щит да щит тратишь окей оу щит оу щит второму ну астер конечно ему не нравится нужно не с ним сражаться в смысле он тоже получает по лицу кстати он получает по лицу да оба они получат по лицу сейчас тебе напоминать надо нормально нормальная ты учел что это труднопроходимая местность оба преуспели в смысле труднопроходимая ну труднопроходимая потому что там где я стою это труднопроходимая он выходит из зоны этой для него нетруднопроходимая окей а че тут у меня что-то там не хватает да по 8 рона да если преуспели ага по 8 по 8 туман поехали сетка 16 попадает да да ты под сеткой и 18 по отце секира ну урон да 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 по туману приходится целых 4 урона так заканчивается их вот и один из них оставался в своей зоне поэтому хиляется еще астр сделай шаг вниз пожалуйста я нахуй тоже хотеть не буду просто скип хода ну астер давай сейчас я подумаю то можно с этой сделать еще раз то нет ни хрена так сейчас это нифига не концентрация так что пойдет с этим с большим по лицу и 13 и попал появилась сюда и пускай сюда сейчас тебе выдадим ее так контроль и другое место все наверное я больше ничего особо я убегать от этого чувака то не буду потому что это похоже на порту да ты не сможешь встать в этом ходу заебись в тумане ты подсетка если что отметить его с ним и ничего не ждет раз я смысл выбираю умереть так макс весна станет медведем он будет стоять или он все еще будет лежать будет лежать еще окей она становится медведем за бонусно он становится медведем за бонусное действие кстати да потом пытается встать полагает нам нужен спас бросок носили спасили ну да перед дурацкая способность окей хорошо он делает то что должен был делать изначально оставить типа астара и карате процена разбираться с друг другом не будет бить парни рядом спорта и попадали 22 урона так он очень лежит и все кстати фокус на фокусируйтесь на одном фокусе это было зря ну да ладно я кидаю камушек прямо под тенебря под тенебря полечил ее подамажил чувака сейчас calculated так так вот это не меняется слушай туман ты чё отошел вернись просто выкинуть их камни куда-нибудь типа успех в окно чает урон а это бы почему не есть они уходят макс он там не сдох еще это нет железе на все они дополнительные исходя не максим уходят вопрос я могу сделать действием прерпу силы чтобы вытащить тумана из сетки я не хочу бить сетку я хочу я хочу я хочу снять с него эту сетку использовать для нее disintegrate на сетке вот что нужно да я хочу тогда я пытаюсь выпутать тумана я его выпутал и такой интересные когти там чистую силу накидает на раскрыть типа ну типа типа можешь три вычесть вот туман я просто потом приходит просто сексапильный из укс и разрывать сетку на тобой да ты ты видишь мою высоту бороду и за бонус и за бонус я кидаю камушек вот в это я вот думаю один или два наверное два кину 6 масс но типа было 6 в самом начале уже кину 2 осталось 4 кидаю оба провалил а второй плюс значит типа 7 и 4 11 11 урона все уже закончено ну я с ней не знаете по сюда достану есть если вдруг пихай ему добивай 2 быстрых удара в этом любят кого первые за основное действие или следующего второго малыша надо просто разрывается падает и погодите погодите на взрывает взрывает до спас спас бросок по ловкости сколько рейндж рейндж 5 футов за 1 не а 5 футов дома надо надо 55 на 55 я считаю так медведь не имеем бонуса туда же единички это мишка не просто ну бы не выкинули да оба не выкинули его взрыв наносит он целых 13 огненного урона а стоп не 13 10 это больше на 1 а мне нужно было заранее да дерьмо до 10 огненного урона концентрация концентрация ну хорошо теряем не хотят концентрации не так а раз он снова медведя у него 42 т.п. и минус 10 урона это вот столько принято записали после чего она бежит мы теряясь подбегает к парню который окружились всех сторон и за бонусное действие тратя что там тратит ну короче ты понял еще раз гринфлейдом по головушке я очень мимо таска и это все боксер ему цвет не нравится да гадима кидаешь вас че это а преуспевает 4 до как все плохо обить расы или тумана кого туманом тумана тумана туману неплохо конечно я не против не было бы неплохо вот это же вообще это можно и единички добра дамага не дадим пока он ходит там бегает от всех нормально у нас и вылетает из сеток так он продвигается сюда и кидает под себя камушек от тебя тебя собака сходил под себя я был под себя да и чё он следующий ход туда получаешь на 8 на 8 урона на 8 урона нормально пятерочка же будет следующий раз вот он же сдох после этого он оттуда выходит и когда ты еще руками да вот и после этого ударяет по астру как ты надоел на 18 пациент собака попал точно вы точно в начале силу потом по констат и наносит целых 7 урона и сбивает тебя с ног и сбивает тебя с ног в этот момент будет ходить солдат слетает гуарды и он такой смотрит в округе охрень какая-то происходит но ему не нравится тенебра которого последняя его била поэтому он стреляет по ней сеткой урона было 7 до 7 21 урона пакет тенебра 21 ольга на попадание дальше до урона да она она на все да если попадает то следующее наверно мил потому что 12 секиры даже с преимуществом и доходит астер так ну значит первых лупим этого чувака дубины и это не наш вот а во-вторых я хочу с прошлого осталось я теперь хочу попытаться выхватить у него камушки может для начала встать хочешь а я же лежал что-либо да да а блин окей буду вставать спас по силе я не могу встать пока и что я лежа могу делать вставать могу ли уж броски атак спаме с помехой у меня бросков атаки нет у чисто урон окей да 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 и так гаран с ним пусть получил ему придется от него уворачиваться такой урон он от него не уворачивается получая 7 чистого урона к есть только есть короче я его отвлекать а вы бейте маленького мы маленького покусим да рожденный в тумаре вы чистой отход отход и отошел а магической стрелой маленького маленького все маленькие просто один из них оптим просто пробивает магическая выход на где кнопка выйти так господа которые умеют здесь могут появиться камешки противника об этом спросить медведь не может чипа яйца вот здесь скрыть маленькую медведь хватает этого беги маленького это типа чего атлетика или чем его чик атлетики или акробатики вот так боксера да и ты входишь в клинч его выбрасывает 14 тоска ну все типа он мастер выходить из клинча но собственно я кидаю следующий камушек вот туда прям под летающую булаву вот все что левый спас мы себе это не понял я правы в белый камушек а и четыре камушка превращаются ну три камушка черный превращается в 3 белые твери нижней тоже да господи гениальнее чем я думал этот ход гениальнее чем я думал только он сейчас тоже превратить там вот три полосочку сделает под меня собака я получу до хрена урона ё-моё так и моё мой ход я короче отойду в сторону тенебры я оставшиеся два камушка ты кидываю в этого парня какого в этого дима или ну который у меня так ловкость провал оба провал 10 урона получается логистер он и ну ладно как бы я я верю в тенебры поэтому я спайсмарк еще слетает молния в него же и и давай раз преимуществом считаю первому урону прибавлю 8 до 1 типа к первому добавьте 8 до 45 вроде был нет мать типа потолок вот высотой в 35 35 отлично она касты и заклинание на этого парня какое любит а ему нужно завершить спасбросок по консте преуспел 18 я даже не спрашиваю не может быть чем 16 конец хода и ходит боксеров который такой ну да надо подастра кидать камушку это какой там урон какого типа 36 по моему не 3 там же и там разве не урон от количества камушков независим независимая если ты находишься в нескольких сразу то зависит я так не умею пока 10 урона и он понимаешь что надо надо тебя бить подходит и прописывать те двушку сверху преимущество бам-бам 19 и 22 наверно попал второй какой 20 час опять просто прерываешься 2222 надо оба попал это в общей сложности 17 дробящего урона ладно были не тот дайски давно я все еще пока живой хорошая штука которая режет находит солдат но такое типа правительство и макс еще а он же наносит обычный урода не магический вот боксер когда бьет такой так короче тенебра спас паспасили спас паспасили он пытается тебя если он не пинает то там вроде другая миха если если он пытается нет ну я ты ты в его сетке он хватает у посетку сетка типа с этой сандар с веревна понял он тебя не может утащить но за этому тебя ударе 21 пациент попадание на целых 10 урона что-то все плохо блин а не баба он еще прошел болит но здесь ты тоже камушек никто не положит а то я останусь здесь здесь я подложу а там какая сетка макс чё какая там сетка рабица ров окей отлично ров бернс может подняться как он мне надоел уже пилу пилором благословление благословление да не я не могу не бы я не ту клика вообще что-то пилор тебя понять не может не знаю что хочу пилорки его богословит а не не то не то пилор ты вот так вот на себя блин да ты можешь себя потрогать или надо убрать камушек я могу я потрогать я с вами не могу выделить так это мне достается ух ты ж я тебя хорошо причем я же еще бонусом сам себя еще раз лечу круто когда ты лечишь себя и еще раз себя и и и я встал бонусом у меня ничего нету все готово рожденный в тумане а тут это был не рожденный в тумане это был рожденный в сетке играй будь пустят зелёя грязь тащи кому-нибудь а астер лежит нет я могу его тащить я далеко а вот погодить как пуш только на себя астер 11 урона а не надо я туда кавень подкинул ну окей давай пострелять стреляй магической стрелой и его преимущество переброс же в бою но там типа сника сработает но типа без преимущества тринадцать перекидывай двойки сосущие причмокиваю включу обратно счетчик промаха барьер снова пробит в одном месте на партику ну ладно это говня оказалось там просто мистер оптимистами polar bear за урон это 16 это почти по максимуму так что это 22 получается получается до 22 и это все до окей я кидаю камушек не закрепление вот сюда лечи меня лечи астер ты можешь восстановить себя целых ни хрена 15 хп столько же почти сколько потерял нет больше такс я оцениваю происходящее скажи пожалуйста я могу сетку сжечь на тенебре чтобы тенебре не пострадала но выглядит тот который блин маленький да вот забить уже побит я пойду он побит он побит он побит он побит пацаны он побит но тогда я сделаю то что что то то что должно за экшен я хочу попытаться освободить тенебре хороший вопрос я не знаю на тебе ну и разрываешь сетку снова это парень стоять рядом стоять ты че издеваешься что ли что ли что ли метки контрапактные просто эмая джек ту ю окей и за бонусное действие я короче такой тенебре не убирай и сейчас секундочку дэ джиану на тебя ну и я чуть отойду благодарна певает зуксу использует бонусное действие ээээ cause после чего происходит хитрая модификации и про обращения после чего атакует эээ карманы о-а-а-а-а рапиры эээ к�� указайте хоть попадая 15 бонусное аж этим экшен и его глупые установки добивайте осталось отойди от края поля нет ну ладно она перебежит сюда ходит боксер сдохнешь и кидает камень так что пастуру снова прошлось да это жопа нанося те целых 13 урона после этого размахиваясь своими кулаками думает и там плохо выглядишь да достаточно такой думает что проще по тебе пару раз ударить так что такое право-лево и это 15 и крит 15 мимо крит хрен тим хрен ему я вода монтите пошел на это обычно удар считается охренеть вот это да это поворот вот это поворот да целых 14 урона приходится по я все еще жив еще жив и убрекаясь астр делая порту лежа а нет я стою значит просто какой в этом смысл если обычно его вы не работает мимо но он такой разворачивается и в ламу тебе как же он забайтил это два просто развели как младенца это вообще какая-то абьюз правил вообще влад такой же хреню где-то пользовался я помню убить типа воскресенье у меня это файтер умеет файтер мастер боя я тебе так и сказал что я бы его не бил потому что булава не работает потому что ты сказал бей это реально просто было подставы ладно давай до 20 кину типа если больше но 11 и больше то не было может сделать чек-инсайты бесплатный какой я видел что медведи прям рядом со мной в грызли его все восстанавливают лет нет смысле то что он пытается развести зачем и развести я если я говорю я просто его бы не бил так будет солдат лишь ты но он этот и невы это 17 пациент после этого дела это удар свой это 24 пациент охотиться и секира приходит тебе на шею на 5 урона целых куда-то туда непонятно а стартовый ход но я поднимусь наверху сюда вот во-первых мажут булава давай я про нее забыл это не попал а во-вторых это будет так насколько там ты выбираешь плохо выглядит но накрывали давай то ли так что за на это до половины хитов до половины хитов рука там тебе понадобилось блин я из-под булавы подвину просто а чё я двигаю всех стройчет и подавить о черт сори типа у меня плюс один хитпоинт но остальное себе до половины 5 и такие развелись там и чё там у нас а булавой я не за бонус или замов была базовой за бонус ладно тогда все ладно чё там тескут отхилеть на тебе менять один с его рожденный в тумане ну чё сучки готовы в маленького 20 брал до адамантитовой стрелой смотри третий пробах легко изи пацаны 3 до монтитовых стрелы просто пошли ты можешь потом попробовать их пособирать те которые не попали их же можно логически разрушается найти и нужно видишь мальчик разрушаются адамантитовый блин 2 марта хватит понимаешь типа адамантит очень прочно одноразовый выдал бы лучше ему неразрушимых стрел они могли не разрушить ну я встану на вот этот зеленый шарик сяду на него жопы хоть какой-то кайф это все пусть бежит и даст табло маленького чё с этими бросками так у хрена не попадает мимо 2 попался 14 уродов медведь и его медвежьи дела я типа не хочу тратить ячейки блин ты все потратил типа извините так 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 тактика боя ты и тактика игры тут несколько разные вещи поэтому я короче камушек сюда один нижний типа я перекрашу один нижний типа самое важное это занять эту стенку вообще любую стенку сама в идеале важно взять угол вам еще на сейчас нам сарасы прилетит блин до 3p уранус как говорят у нас на войне а собственно и давайте уже и вы спокойно сможете пулять все в этого большого раз и я могу как-то так да я могу я я чуть-чуть отхожу он превоспел на что преуспел два раза пусть преуспевает все последний метеорит и вылетел он оба раза это новое заклинание он оба прямо подожди а кайфер новое 9 раз да оба раз преуспел 9 окей и я стал он все обратно да она пускает на него капиру давай что такое кого хрен ты целый день попадаешь ты убиваешь там всего 18 выпало даже не крит что-то спас по ловкости и я не делаю спас на концентрацию почему потому что я не потерял ни одного хита это до 3 куда делись они я их питал но это моя магическая защита я ваш я ваша мешковое ограждение я не потерял ни одного хипа она все тенебра так она его один раз ударил да окей она побежит к второму и ударит его за бонус на место еще и вылетится я кто ведь это объяснит он сегодня закрифтовался просто хрен он этого ману А полечит-то его хоть и речь? Нет, потому что поле в этот момент исчезает, и делайте спас-бросок по ловке. А, взрывается этот хрен. А кто должен сделать? Так, в радиусе десяти с ним. Точно так. Туман не попадает, значит не едет. То есть Астар, Тенебра и Арас. И Медведь. Туман, ты не тебе надо. Как вам мой спас-бросок? Почему не надо? Мастер же сказал надо. Не надо, не надо. Тенебра и Астар провалили. Арас и Кривуспел. 23 огненного урона. Найс. Потому что он взрывает, все-таки лучи начинают из него выходить, и практически все аннигилируют в Акуге. Там такая дырка создается. Сколько еще раз? 23. 23, ну окей, Медведь на норму. Медведь бесплатна. А тебе нормально? А нет, она потеряла сознание. Ааа, окей, надо срочно опять... Пользуем... ...приведение в чувство. Или уход за умирающим лучше, как думаешь? Аааа... Пять раз подряд, если не больше. Ну типа камон. Мне Крис Мистер же просто перебрасывал. Чего бы не порадоваться за свою партию? Блин, мне потерь аж кридовали. Знаешь, я такой потираю руки. А я только понял, как играть в эту игру. Можешь продолжить. Не, спасибо. Так, ну на сегодня это точно все. Да, да, хватит. Пока можете покомментировать, что сегодня было. Типа, как это назвать правильно-то. Тебе это не нравится, Рома? Потому что мы гораздо более скиллованные в этой игре. Ха-ха-ха-ха. Да. Как, блять, в игре, в которой все зависит от броска кубиков. Окей, пацаны. Как сказано. На мой главный плюс сегодня, что, не смотря на статистику последних боев, в этом я еще ни разу не упал. Обычно падал. Падал-вставал, падал-вставал. Если что, у меня успешность полученных ударов ноль. Так что, ребята, я считаю, я самый лучший здесь игрок. Ну, в следующий раз будешь стоять рядом с этим ты, хорошо? Потом. Ей-богу, мозг выключается, собираешь информацию, потом ты такой, а-а-а-а-а. Типа, глупости, что за? Я такой, нам сказали, психика, яд не проходит, и он создает теневой клинок. Я такой, хват! Ты мог меня остановить? Нет, я не буду витагеймить. Ладно, всем спасибо. Давайте. До следующего раз. Пока-пока.